илья привет привет рад знакомству слушай ну я честно скажу в предвкушении беседы всегда интересно поговорить с людьми которые так глубоко погружены в нейросайенс потому что вопрос в том что я как-то так ретроспективно задумываясь о себе всегда как выяснилось дать сам для себя такой некой открытый self discovery что меня интересовало как-то увеличение своих когнитивных способностей но не в плане академическом знаешь как бы вот расширять свой там интеллектуальный багаж за счет расширения библиотеки знаний там не знаю там где-то там all-in там в математику физику там не знаю там биологию а это же с точки зрения именно просто как бы манипуляции с ну как бы с реальностью то есть как бы мы же все равно процессим все что происходит это как это внутри нас происходит это тоже некий как бы некий когнитивные наши возможности и вот мне любопытно наука движется в сторону изучения там природы там мысли мозга вообще все каких-то там нейрологических процессов и по прежнему если так иногда щупаешь вот информационный слой то там как бы еще много всего неизведанного и сколько бы я не щупал это всегда как бы вот этот ну как бы я не знаю я глубоко как бы не погружаясь но так вот ощущение такое послевкусие от того что много еще неизведанное но остается так вот но несмотря на это внутри комьюнити явно что-то происходит уже видишь какие-то интересные статьи с интересными заголовками интересные исследования и так далее и это много неизвестно но по чуть-чуть да и сокращается то есть несмотря на то что много и вот с точки зрения вот этого движения вот что для тебя лично, вот прямо такого как бы breakthrough, вот что-то такого удивительного, что даже для тебя, будучи человеком погруженным в изучение всего этого, вот прямо как вот ошарашило, скажу, вау, вот это круто. За последний, я не знаю, там пять, может быть, год. Ну, в общем, за последний какой-то любой промежуток времени. Ой, это сложный, конечно, вопрос для нейронауки, потому что, не знаю, по крайней мере, когда я учился, было общее ощущение, с каждым шагом понимания глубины как бы непознанного и глубины вопросов, которые у нас остаются. И на самом деле, вот я бы сказал, что действительно последние несколько лет как будто бы открытия ускорились, я сейчас про это попробую сказать. Но параллельно я приучил, ну, вот, не знаю, может быть, это то поколение, в котором я подвижу из тех, кто учился, я приучил себя очень сильно не доверять открытиям, особенно потому, что, ну, в начале, там, еще в начале 21 века или в конце 20-го было, только появлялись классные методы, и было понятно, насколько много всего еще непонятное. Во всей области исследования человеческого поведения в какой-то момент разразился большой кризис, связанный с тем, что, мало того, что ничего не понятно, так и те исследования, которые есть, они в какой-то момент люди поняли, что плохо воспроизводятся. То есть исследования, проведенные в одной лаборатории, потом с достаточно высокой вероятностью дают совершенно другие результаты в другой лаборатории, и в этом есть элемент обмана, в этом есть элемент того, что современная наука заточена на публикации, а не на научные открытия, это совершенно разные вещи, и люди как бы немножко иногда прогибают систему, но заточены в том числе на некоторые методологические сложности, которые, от которых отмахивались, там, не знаю, количество людей, которые нужно исследовать, чтобы ответить на какой-то вопрос. И от этих вещей отмахивались, но вот там в какой-то момент стало понятно, что нельзя отмахиваться. Ну и самое, самое как бы не открытие, но самое приятное, что можно видеть за последние, не знаю, лет 10, но у меня ощущение, что это прямо на глазах происходит, это то, насколько строже стала нейронаука, то, насколько много своих как бы, сейчас прошу прощения, а мы можем маленькую паузу, у меня срочные движения. Это обычная беседа, делай, что тебе комфортно. Ну мало ли сейчас, сейчас одну секунду. Все в порядке. Пардон, прости, на интересные мысли перебили там срочные курьеры. Короче, попробую начать эту мысль сначала. Самое, мне кажется, интересное, что сейчас происходит в нейронауке, как это может быть не скучно для тех, кто смотрит в ней со стороны, это даже не столько открытие, сколько, наконец-то, осознание того, как надо ее делать. В смысле, появляются большие международные проекты, нейронаука как бы приближается к идеалу всех наук, к физике, и так же, как физики в какой-то момент изобрели коллайдер. Нейронаука движется в сторону создания проектов такого масштаба, чтобы было похоже на коллайдер, и можно было отвечать на какие-то вопросы. Это как бы одна сторона, а если говорить из открытия, то, наверное, все-таки... А что это за проекты, кстати? То есть, что-то по масштабу, по магнитуде похоже с ЦЕРНом? Ну, оно, конечно, пока не всегда... С одной стороны, такие проекты всегда в нейронауке были. Еще там, в начале нулевых был проект Blue Brain, который фонсировали IT-корпорации, значит, для того, чтобы смоделировать мозг, и... Вернее, там, какие-то участки мозга очень-очень подробно, может быть, от долобного какие-то потрясающие результаты. В этом смысле, это как бы... Здесь есть негативный опыт, потому что проект Blue Brain не привел нас к потрясающим каким-то невероятным открытиям, и сегодня... Ну, я даже не знаю... Какой-то он внес вклад в нейронауку, но вот мне прямо сейчас сложно сказать, а что мы узнали именно из этого проекта. Хотя он, конечно, ну, нельзя сказать, что совсем в пустую прошел. Вот. Сейчас про те масштабные проекты, которые я говорю, ну, не знаю, вот из-за того, что у меня прям совсем близко, это еще не такой масштаб, как ЦЕР, но уже круто, вот... Причем круто, что данные становятся доступными для всех. Была буквально в этом году публикация результатов проекта, который называется TD Brain, Development Brain, значит, и в этом проекте, это проект, в котором собрали тысячу человек, у них собрали много данных про то, как работает их мозг, электрическую активность мозга, довольно много данных поведенческих про этих людей, и что приятно, эти данные выложили в открытый доступ, нормой становятся, как когда-то там в IT, делать все открытым, и вот даже вот такие вещи, то, что довольно масштабный проект, а тысячу человек собрать в одном нейроноуческом исследовании, это вообще-то ну, серьезные вещи, значит, и этот проект выложил все данные в открытый доступ, дальше на него набрасываются дат-сиентисты и потихонечку извлекают все более и более интересные вещи. Похожие штуки, ну, это не единственный такой проект, таких сейчас много, вот есть более известный проект Human Connection Project, который тоже там уже больше тысячи человек выложил в открытый доступ, причем это разные данные про мозг, и анатомия мозга, и функциональная активность мозга, функциональная МРТ, и магнитная энцефалография, короче, всякие разные... Слушай, ну а тысячи, даже если это много, то есть, как бы, звучит действительно, да, сложно, нужно их собрать, нужно это каждому, чтобы он еще соответствовал, потом еще должны какие-то быть требования к этому эксперименту, но вот в рамках того, вот, я просто сейчас пытаюсь аналогию провести с ЦЕРНом, да, там, какое количество там у них делают, какое количество проведено экспериментов, и мы говорим о том, что частицы плюс-минус не одинаковые, то есть, если фотоны сталкивают, то фотон это фотон. Все-таки человек от человека достаточно сильнее отличается, чем от фотона, от фотона, который сталкивает, поэтому тысячу, если учесть, что нас 8 миллиардов, да, а жило там 100 миллиардов, то, как бы, вроде бы, достаточно ли это выборка, чтобы паттерны, которые выявляются в ходе этих экспериментов, легли в основу чего-то, ну, какого-то большого. Либо они постепенно-постепенно выявляются, и этого действительно достаточно? Ну, они постепенно-постепенно выявляются, и это дает им какую-то информацию, но, конечно, этого недостаточно. У меня есть пример из другой области, про которую я хорошо понимаю, это генетика, значит, генетика поведения, собственно, то, что я делаю, оно как раз на стыке между нейронукой и генетикой поведения, и здесь вот свежая история заключается в том, что долго исследователи пытались найти, как бы связать конкретные вариации в ДНК с сложным поведением. И, ну, там отдельный долгий разговор, но, в общем, в течение долгого времени было понятно, что мы всем, что мы знаем про геном, можем, если пытаемся объяснить различия между людьми, там, например, в интеллекте, скажем, вот огромная тема для исследования в генетике поведения. Долгое время получалось вот чисто генетическими данными, там, анализом конкретных участков маленьких генома, удавалось объяснить, там, один процент различий между людьми. Ну, вот такие были цифры. Это был момент, когда выборки уже могли быть, там, пятьсот тысяч человек в генетике поведения. И в какой-то момент они начали расти, и вот реальный прорыв случился, когда перешли, наверное, от десятков тысяч человек к сотням тысяч, даже к миллиону. Вот сегодня уже есть такие выборки, в которых там с помощью больших клиник, с помощью государственных программ совмещали данные генетики, собранные, ну, за счет какого-то банального тестирования у сотен тысяч человек. К ним, как бы, конечно, они не так подробно исследованы эти люди, у них там есть обычно про них информация, возраст, пол, уровень образования, какие-то такие достаточно посвенные. Нету одной выборки на миллион человек, где мы знали бы там какие-то детали про этих людей. Но вот когда такой масштаб стал в генетике, тогда случился довольно резкий прорыв и, ну, как резкий тоже там, если раньше мы объясняли один процент дисперсии индивидуальных различий, то стали объяснять 10-15, вот мы последние в одной работе видел, что там 15-20 процентов объясняют. Это гигантское число там на порядок больше, чем то, что мы знали 10 лет назад, но и выборка выросла на порядок, а то и на два, для того, чтобы мы смогли этого добиться. И сейчас есть некоторые нейроученые, которые считают, что нейронауке нужно пройти такой же путь, тоже собрать вот такой масштаб данных, но, во-первых, это происходит прямо сейчас, и вся нейронаука работает над тем, чтобы совмещать как-то данные из разных исследований, чтобы можно было аккумулировать такой масштаб, во-первых. А во-вторых, вот вещь, которая действительно вдохновляющая, параллельно с этим развиваются методы. То есть, уже и так, на самом деле, конец 20-го, начало 21-го века, это развитие всяких классных интересных методов. Но я бы сказал, что прямо сейчас, в последние годы, продолжу, ну, как бы, такой новый происходит скачок, опять улучшение методов. То есть, условно говоря, в 80-е придумали то, чем пользовались активно лет 20-25, а сейчас опять много усилий тратится именно на развитие методов, или очень большое улучшение тех, которые уже есть. Здесь есть технические детали. В общем, если раньше функциональный томограф, который измеряет активность, был мощностью 3 Тесла, и это позволяло несколько миллиметров точности внутри мозга оценивать, то сейчас они есть, 7 Тесла обсуждают томографы для людей, и там, не знаю, 15, а то и больше Тесла в 17 с чем-то, по-моему, сейчас максимальный, если мы говорим про животных. И вот эти штуки это, на самом деле, инструментов университетной науки все еще мало для того, чтобы отвечать на совсем сложные вопросы. И инструменты улучшаются. Очень крутая история, которая еще происходит в какой-то момент в конце 90-х примерно придумали и стали активно развивать метод, который называется магнитная энцефалограмма. Вот есть ТЭГ, которую делают люди в поликлинике, а магнитная энцефалограмма это продвинутый метод, где смотрят не на электрическую часть сигнала, а на магнитную. И за счет того, что магнитное поле распространяется от мозга иначе, чем электрическое, это позволяет увеличить какую-то точность. И сначала это были установки, которые стоили дороже, чем парочка ФМРТ, то есть прям тыгунный мост. И поэтому их было в мире меньше сотни по всему миру, мне кажется, может быть, чуть больше сотни. Прямо сейчас последние пару лет придумали, как эту установку сделать. Да, и она работала только если ты поддерживаешь датчики в сверхпроводящем состоянии, заливаешь постоянно туда жидкие гелии. Короче, все очень сложно. И вот прямо сейчас до последних нескольких лет сначала начало происходить улучшение технологии. В общем, оно прям кажется, что все действительно сработает. Придумали, как все это сделать без гелия, придумали, как это сделать по стоимости кажется примерно таким же, как энцефалограф. Энцефалограф это один из самых доступных методов изучения активности мозга. И вот метода, которого в таком виде вообще не было, он взял и появился прямо у нас на глазах. Это если говорить про то, что касается тех исследований мозга, где люди не залезают внутрь, где мы с живыми неповрежденными мозгами работаем. А вот что происходит в области исследований, в которых мы можем по каким-то причинам медицинским залезть прямо в мозги, там просто восторг. Там совмещение богатства данных, которые можно получать и современных всяких технологий автоматического анализа данных дают потрясающие результаты. И, конечно, из технологического самое крутое это смотреть на то, чего добиваются компании, которые делают те или иные протезы. Я понимаю, что это некоторая фантастика, но я этим не занимаюсь, поэтому я могу чуть-чуть более восторженно говорить. Но когда я вижу какие-то демонстрационные видео, я начинаю верить, что через 50 лет у нас будут киборги по улицам ходить довольно часто. вообще сомнений нету, знаешь, вот когда вот на это смотришь, вот точно как бы это уже, ты понимаешь, что, видимо, фантасты так хорошо поработали, что как бы принятие как бы тех самых вроде бы ошеломительных результатов с точки зрения медицины, когда ты смотришь, там люди с какими-то там ампутированными конечностями начинают двигать какой-то кибернетический каким-то манипулятором, ты смотришь, ну что, я лет 15 в фильмах смотрел и как бы тут уже то есть как бы как будто бы вот эти фантасты они лишили нас этого восторга. То есть несмотря на то, что ты понимаешь, что это уже не кино, это не компьютерная графика, это реальность, вот человек получает возможность. А я бы такой ну что типа, ну да, я это видел. И поэтому, что скоро это будет как бы какой-то такой масс адопшен и это будет не знаю, как действительно кибернетический организм работающий уже как бы ну то есть как бы in real life когда-то это не просто в результате какого-то исследования, а вот просто человек на улице, я даже бы сказал, что нет 50, я думаю, что 25, не знаю, 30 максимум. Ну а вот тут отличаются просто, я думаю, что если бы здесь был человек, кто прям родной этой темой занимается, он бы аккуратнее был с цифрами, потому что здесь как раз есть такое большое отличие от того, как воспринимаются какие-то успехи. На самом деле, если не заниматься нейронаукой, то можешь, ну как бы глядя на заголовки в том числе, может казаться, что вот, ну вот-вот, мы почти уже все поняли. И чем глубже ты погружаешься в какую-то тему, тем больше ты понимаешь, что мы действительно, конечно, что-то поняли, но ты понимаешь, насколько много неотвеченных вопросов все еще есть, насколько много, вот здесь важный переход, на мой взгляд, от фундаментальных каких-то исследований мозга, того же самого, и от решения инженерных каких-то вопросов. Вот чем, мне кажется, потрясающая сфера протезирования, тем, что там перешли к решению инженерных вопросов. Ну, сложно говоря, насколько я понимаю, там от момента, когда физики придумали, как могли бы летать ракеты, до момента, когда их наконец-то построили, ну, прошло пару десятков лет минимум. Или даже, когда уже все знают, как должны летать ракеты, вон, сколько лет Маск улучшал какие-то свои технологии, которые, я не думаю, что там как-то сильно наука менялась в тот момент, когда у него наконец-то залетали его ракеты. Просто здесь нужно много чего отточить, отработать, и вот этот переход между фундаментальной наукой и технологией, он, мне кажется, самый интересный. И вот это большая проблема для современной нейронауки, для многих областей, кроме как раз протезирования. Потому что, действительно, настолько все люди разные, что настолько общие вещи мы знаем, что это, конечно, интересно, но когда речь заходит про практические приложения, становится гораздо сложнее. Да, но вот тут очень важный момент. То есть, когда, допустим, ты приводишь пример с Маском, либо какие-то другие решения, то как будто бы там есть понятный путь. То есть, там есть понятно, что нужно оптимизировать, есть понятные, как бы, как бы некие затыки. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне почему-то так залетело в голову, может быть, из разговоров, опять же, с людьми, кто занимается нейронаукой, либо просто, может быть, я это придумал, у меня часто такое бывает, что как будто бы сама природа поиска не ясна. То есть, вы как бы смотрите в какую-то некую неизвестность. То есть, я сейчас не говорю каких-то конкретных исследований, которые просто, окей, мы пойдем туда, и мы просто выбрали и туда идем до той поры, пока мы куда-то не упремся. То есть, как бы нету такого, что в целом, как бы непонятен вообще вектор движения. То есть, мы много чего не знаем и много чего не знаем, но как бы, чтобы к этому прийти, мы даже не знаем, как сделать первый шаг, в направлении чего. И мы поэтому просто в слепом эксперименте участвуем, проверяя какие-то разные гипотезы, предположения, что-то просто пытаемся усилить или расширить, как в Церне. Вот по сути же сейчас что происходит? То есть, они сделали кольцо. Ну окей. А что будет, если мы увеличим мощность, да, там на порядок 10, да? Ну давайте сделаем кольцо побольше, шваркнем посильнее, энергию увеличим, что произойдет? Ну хрен его знает. Может ничего не произойдет, а может что-то произойдет. Ну, нам, конечно, не надо погружаться в разговор о Церне, потому что мы оба не специалисты в этом вопросе. Нет, у меня просто было парочка гостей, которые как раз-таки там работают, и они мне объясняли вот эту историю с увеличением кольца. То есть, как бы там абсолютно непредсказуемый результат на самом деле. Ну, мне-то как раз сказалось, что там есть теории, которые, ну, как бы за счет которых смогли сформулировать такие вещи, которые вообще позволили убедить построить Церн других людей. Ну ладно, я здесь не специалист, на самом деле, здесь другая, мне кажется, интересная тема, которую ты затрагиваешь. Вот смотри, то, что ты говоришь, есть как бы два типа научных исследований. Одни называются, у нас, по крайней мере, так говорят, в исследованиях поведения. Одни эксплораторные, другие конферматорные. Эксплораторные, это когда мы, условно говоря, там довольно широко ставим вопросы, ну, как-то там что-то получится. А конферматорные, когда мы, у нас есть довольно четкая гипотеза о том, что должно будет происходить, и мы пытаемся подтвердить эту гипотезу, понять, произойдет оно или нет. И это разделение, оно как бы, нужно заниматься и тем и тем эксплораторными исследованиями, когда, ну, просто что-то там, давайте вот просто так сделаем вот это, и мало ли что получится. Но следующим этапом должно всегда быть формулирование гипотез о том, почему это так получилось, и какая-то проверка. И, ну, конечно, таких вот чисто эксплораторных, наверное, областей, может, местами и больше в нейронуке, но мне кажется, что на самом деле как раз развитие ее будет связано с попыткой, ну, во-первых, большего количества таких четких конфирматорных гипотез, а во-вторых, на самом деле, вообще попытки формулировать такие вопросы, на которые можно получить конкретный ответ. В смысле, тоже инженерный. Например, многие такие вопросы есть на стыке между нейронаукой и медициной, и есть прикладные какие-то вещи, которые можно делать. Например, мы много чего знаем про мозг, как ученые фундаментальные, но в медицине, там, например, про диагностики, несмотря на десятки лет исследований, все еще не применяют те методы, те результаты, которые получили нейроученые для диагностики, например, негенеративных заболеваний или каких-нибудь других заболеваний. То есть, много кто десятилетним пытается этим заниматься, но все еще нет результата. И вот в этом месте, мне кажется, нужно больше, ну, у меня есть такая гипотеза, что если больше давить именно в сторону каких-то прикладных задач, которые имеют прикладное значение, может быть, мы, решив их, что-то и фундаментальное поймем. И мне кажется, что есть некоторый перекос у научного сообщества в сторону фундаментальных интересных вопросов и некоторое как бы невнимание к вопросам прикладным. и я думаю, что... Слушай, ну вот ты уже сам говоришь, что происходит систематизация знаний, да, как бы объединение, обмена данными, что приводит к увеличению базы данных, которые, в принципе, уже можно использовать. Тут же как бы как будто бы на помощь приходят как бы вычислительные технологии. Это AI, машинное обучение, которые как будто бы... Вот вообще, вот задумайся, давай шаг назад сделаем вообще по всему. Почему? Как будто бы вот ты просто посмотри на некую такую эволюционную штуку саму по себе. То есть я не эволюционный биолог, но просто как будто бы что... Куда проще там разобраться там с какими-то... как бы проще тут нужно учитывать как бы скейл, да? Как будто бы с физикой, да? Приблизись как будто бы некому как бы ну, к финалу, да? Там в биологии там тоже какое-то там использование там микроскопов позволит там что-то очень близко приглядеться там клетке там внутренней структуре. А как будто бы мозг и вся вот эта вот нейронная активность она как будто бы не открывается. Изначально как бы это такой ящик Пандоры куда как бы эволюция сама сказала так чуваки вы пока чуть-чуть от приматов еще не сильно отличаетесь. Вам туда просто пока нельзя. Вот когда вы эволюционно созреете то есть как бы и все откроется и тогда вы как бы будете с полным пониманием лезть туда куда в принципе как бы ну вот нельзя лезть не имея достаточного опыта знаний и так далее. Понимаешь? То есть как будто бы эта задача она сама по себе заложена эволюционно что как бы в нужный момент человек вышел на определенный уровень понимания вещей необходимым прикладной с точки зрения данных инструментария и щелк и вот тогда этот ящик Пандоры откроется. Ну то есть не Пандоры может быть просто ящик черный то есть Пандоры может быть как бы это слишком звучит но как будто бы этот процесс ускорить нельзя. все идет очень как бы своим чередом и вот как только научное сообщество как бы дозреет я не знаю как бы получит необходимый необходимый базис для какого-то такого прям продвижения тогда эти двери откроются. Но вопрос почему? Почему как бы он вот так тяжело отдается то есть какие-то болезни я тут недавно слышал что там вроде какие-то гепатит там победили спустя там сколько там десятилетия борьбы да есть еще там ряд и как будто бы это сопротивление вопрос почему? Почему не удается? Почему вот это такой внутренний какой-то непреодолимый барьер он вообще в принципе существует? Казалось бы гениальные умы там сотни тысяч человек и все богатства мира да направлены на решение проблем но нет и меня это вот в голове не укладывается как так? Почему? Почему нет? Ну здесь много ответов начиная от того что такой простой банальный что это вопрос про количество степеней свободы просто как бы все состоит из каких-то кусочков и вот сколько у этих кусочков возможностей что-то делать у нас даже отдельные нервные клетки довольно сложно устроены когда мы их сочетаем миллиардами штук а потом еще совмещаем миллиарды людей которые состоят из миллиардов нервных клеток ну просто вычислительная в том числе сложность растет очень сильно это первое а второе что на самом деле да нет конечно не все деньги человечества не все ресурсы тратятся на эту тему и вообще я бы сказал что периодически глядя на то какое финансирование у науки а потом сравнивая это там с каким-нибудь раундом вкладывание денег в какой-нибудь стартап из которого ничего не получится ты думаешь ну вообще ну то есть там я не знаю ну это просто неспоставимо или там я не знаю с каким-нибудь отчетом который консультанты делают для какого-нибудь большого бизнеса просто мне кажется ученым не хватает вот этой предпринимательской наглости то есть вот у меня был замечательный там профессор из значит из Гарварда он занимается как раз longevity Леонид Пешков или как-то так и вот он он разгар очень интеллигентный такой же как ты очень интеллигентный скромный человек и понимаешь просто мне кажется вот этой наглости нужно как бы чтобы в паре с вами как это обычно бывает предпринимательство есть CTO который такой очень интровертный есть такой CTO балагур который как бы со всеми там инвестицион вот не хватает это скрестить надо и тогда денег будет достаточно потому что по сути когда предприниматель приходит к инвестору говорить о каком-то неком изменении будущего предлагая новый фейс-эп то как бы ну согласись магнитуда потенциального эффекта на человечество либо какое-то прорывное исследование в нейрологии там любой другой медицинской отрасли он куда больше поэтому не хватает не умеете вы просто ребята пока прикатывать инвесторов ну здесь ну да гранты только грантами занимаетесь описывание стостраничные гранты в какой-то очень консервативный высоколобый фонд в который там гранты со всего мира не надо идти в народ надо к инвесторам простым идти ну я вообще до какой-то степени согласен что здесь действительно нужно уметь это продавать ученые просто как бы должны быть консервативными чтобы все-таки уверенно решить что что-то произошло но я согласен что здесь есть как бы возможность немножко маркетинга всему этому добавить и просто ученые не умеют жить в формулировках фейк не должны и не должны должен быть кто-то кто вот не знаю там помогает это делать но не опять как этот эндаутмент фонд рассказывает этот Леонид говорит ты поднимаешь деньги под свой проект и Гарвард накладывает свою лапу на какую-то из них часть ты такой знаешь такой рэкет такой внутренний даже ни хрена себе то есть я поднимаю деньги рейзи они еще как бы у меня их забирают офигеть ну я может что-то напутал но в общем смысл в том что альмаматор твоя она полноценно как бы так крышует все твои исследования но здесь на самом деле другой есть момент мне кажется что на самом деле то о чем ты говоришь происходит потихонечку то есть это как бы не оценено не как количество я по крайней мере не оценивал но из того как я вижу что происходит вокруг меня вообще-то многие ученые выходят из академической науки и приходят к миру бизнеса и количество таких вот наукоемких стартапов оно растет то есть на самом деле могут быть проекты которые занимаются по сути тем же чем ученые занимаются в лабораториях но действительно они подходят к этому по бизнесовому и возможно это будет более эффективный путь то есть ну вообще наука в какой-то момент сформировалась мы как бы привыкли что она по одним законам живет но эти законы довольно молодые там за 20 век даже формы организации науки менялись 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 а еще в 19 веке она совсем по-другому выглядела вот в 21 веке наука начинает кажется мне так выглядеть немножко по-другому и как раз в том числе с точки зрения возможности продавать свои какие-то идеи в плане поиска финансирования мне кажется процесс идет и это возможно со сменой поколений просто произойдет слушай ну вот когда вот это происходит то есть я сейчас не буду дженерализировать да что все прям так но когда вот именно происходит такая смена знаешь вот этого как бы пути то есть есть такой некий академический путь человека занимающего исследования то есть в принципе его работа должна заключаться в том чтобы у него было достаточно финансирование для его лаборатории необходимый набор всех необходимых компонентов для проведения этих исследований там аспиранты в общем люди идеологически заряжены когда же человек как бы его и как правило вокруг талантливых людей всегда есть потенциально как бы заинтересованы в их исследованиях люди которые говорят так как бы нам этого ученого коррумпировать чтобы он забыл о своих уходящих там в десятилетии исследований потому что когда ты разговариваешь ну не знаю может быть 50 лет буду заниматься исследованием может получится может нет то есть если у тебя есть финансирование ты в принципе сидишь и в своей лаборатории не вылазишь нет же они тебя чуть-чуть коррумпируют слушай ну ты как бы свою вот эту идею забудь в будущем давай мы сейчас промежуточно что-нибудь выберем где мы можем твое имя в этом изволять там твои твою репутацию твой статус ты как бы будешь что-то делать но этого прямо сейчас будет монетизация уже монетизируется прямо в моменте либо через акции либо через продажу каких-то там плацебо либо чего-то что в принципе как бы где-то как-то в перспективе может работать там эти увеличения там этих теломеров в общем вся вот эта вот как бы такая очень смутная тема которая в принципе она наукоемкая там был какой-то научный базис но в целом мне кажется как только человек ученый уходит в бизнес то он выпадает из науки то есть да там идет какой-то R&D даже в Apple там R&D там науки наверное более чем достаточно но можно ли сказать что вот это исследование и именно академическое вот такое очень консервативное на базе какого-нибудь университета либо какого-то научного центра они как бы по поводу весу отличаются либо нет нет если это хороший на выходе результат то неважно откуда он пришел и в этом смысле есть приличный ресерч в корпорациях и они начинают этим заниматься здесь просто вопрос в том что вот это вот медленная неповоротливая махина науки она позволяет и мне кажется это самая важная ее часть позволяет делать исследования которые просто ну как бы могут существовать на другом масштабе и некоторые штуки ну как бы не сделаешь если они будут не будут существовать на другом масштабе ну то есть например вот там миллион человек в генетике не соберешь средствами какой-нибудь корпорации бизнеса то о чем я говорил в начале или там есть проекты которые требуют постоянного исследования человека вот мы не все знаем мягко скажем про то как люди развиваются и мозги развиваются и нужно проводить лонгитюдные исследования когда-то там раз в год медленно планомерно значит людей там на протяжении 20 хотя бы лет там не знаю и то у нас нет таких исследований практически смотришь как и что меняется такие исследования нужны такие исследования складываться бизнес вот с монетизацией быстрой не будет и ну где это как бы нельзя сказать что что-то одно лучше сработает что-то другое хуже вот у нас есть такой большой спектр того что нам надо делать возможно короткие вещи действительно лучше делать не в формате научных лабораторий а в формате там стартапов но нам есть такие вопросы для которых ответ лежит в большом масштабном исследовании которое не потянет такая короткоживущая штука как бизнес чаще всего кстати интересно я даже видел рассуждения некоторых людей про то что вообще-то действительно ну как бы если смотреть на все это просто как организации живущие разное количество времени то научные организации это как бы дольше всего живущие сущности там университеты могут жить там ну некоторые отдельные там тысячу лет пятьсот лет там даже триста лет компаний которые живут триста лет нету и вот есть что-то вот я не знаю что но мне кажется это интересный вопрос для социологов экономистов и историков больших процессов про то а что же такие за сущности которые могут выживать в течение трехста лет в отличие от бизнеса не представляешь какой трансфер знаний происходит то есть там как бы это все равно идет постепенно как бы это пусть может быть слой который обматывается каждый новый виток он незначительный но на протяжении там десятилетия еще и веков этот очень как раз таки серьезно то есть может быть просто я не знаю скорее всего уже это происходит ты же видишь когда на базе каких-то серьезных таких институтов знаний происходит как бы появление каких-то внутренних фондов которые как бы делают за счет этого некого спин-офф там от какого-то большого исследования ага вот это есть это уже можно пощупать это можно монетизировать в работу как бы вот происходит какое-то некое разветвление как бы базового исследования и уже превращение в какой-то продукт результатов текущих каких-то открытий то есть вот может быть просто пока это не заработало как полноценная такая машина потому что все равно есть консервативная структура у этого не на самом деле до какой-то степени даже заработало но вот опять же из сферы как бы легко здесь всегда ориентироваться на там что-то условно говоря около физическое там самые крутые прорывы в принципе были но вот был ли Bell Labs в которой это при частной компании лаборатория в которой сделаны величайшие открытия в 20 веке так что вообще-то и это даже не полностью новая история но просто мне кажется что как бы структуры меняются и вот ну вообще наука так как ей вроде занимаются умные люди хорошему должна бы тоже была активно меняться и ну у нас есть какое-то представление не знаю откуда оно взялось что ученые это такие значит занудные старички в пиджачках которые сидят там скучно занимаются какими-то непонятными вещами но это на самом деле стереотип который не оправдывает ну как бы умеренно связан с реальностью ученые это наоборот люди которые нередко оказываются смелыми довольно в своих суждениях хорошие ученые люди которые вообще-то там если читать биографии многих ученых потом оказывается что отнюдь это не кабинетные чуваки которые сидели не выходили из дома и это люди которые как бы живут так же в современном мире там записывают подкасты ученые сами друг к другу конечно ну это такое уж очень уж как бы такое рудиментарное представление о не знаю откуда это клише вообще взялось это сразу же как только ты в разговоре с кем-то начинаешь фиксировать такое клише ты понимаешь что эти люди как правило не общаются с такими людьми то есть как бы потому что если бы они общались то у них бы это все это развеялось это стереотип какой-то слушай ну вот тогда вот вопрос смотри вот как бы выглядит так что ну вообще нейронаука и все что связано там поведенческая история там не знаю там генетика поведения вообще все что с этим связано оно как бы мне кажется должно быть очень лакомым куском для людей с деньгами которые смотришь там возглавляют все ведущие корпорации которые там сейчас появилось некое направление нейромаркетинг уже как бы такой для меня тревожный звоночек да то есть в принципе все что хотят капиталистическая и политическая верхушка это управление и манипуляция и вроде бы как бы единственный как бы мозг это как раз таки та штука которая управляет ну там внутренним гомеостазом там все ну задействовано все необходимые процессы принятие решений какие-то поведенческие отклонения все 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 что с этим связано и мне кажется что туда-то должны деньги лечь ну течь рекой и получается что если это не происходит это о чем говорит ну то есть не происходит в том масштабе как это происходит сейчас допустим не знаю там в предпринимательстве айти там какие-то бешеные триллионы долларов крутятся там на какую-то ну понятно что приносящую пользу но в целом не решающую таких глобальных проблем да когда представь себе там раз там тумблер щелки все проголосовали там за красных щелки там за синих ну то есть как бы это тот самый как бы манящий мне кажется для власти держателей как бы элемент управления толпой и то есть что научное сообщество оно настолько как бы этически ну сопротивляется подобным исследованиям либо же просто как бы даже нету оснований как бы утверждать что вообще хоть когда-то это будет возможно ну нет научное сообщество такое же как и любое другое сообщество там достаточно может найти людей которые мало чему сопротивляются не надо как-то идеализировать научное сообщество во-первых тут вопрос цены просто многие вещи о которых ты говоришь научились делать без нейронауки например ну то есть вопрос там того же нейромаркетинга насколько он эффективнее с учетом там затрат на него чем какой-то какие-то другие способы которые у нас уже есть и здесь собственно game changer это когда ну дороговизна технологии там в маркетинге который ты можешь провести там в АБ-тестировании какого-нибудь рекламного предложения на сайте ты можешь получить тех самых сто тысяч человек вообще если это популярный сайт без проблем сто тысяч человек запихнуть в любой метод который можно отнести к нейро тебе гораздо сложнее а дальше ну как бы вот эти цифры сто тысяч в которых ты изучаешь чисто поведение может оказаться более информативными чем тысячи у которых ты изучил много всего как бы подробностей а так как системы сложные там прирост манипуляции небольшой то в общем берут то что дешевле просто так что есть много более простых способов манипулировать людьми не ну я уж просто привел такое как бы один из элементов мне всегда знаешь вот что больше как бы ну то есть понятно что то что сейчас есть как бы многие компании которые якобы занимаются нейромаркетингом по сути как бы наверное ну им не занимаются то есть я так понимаю что нейромаркетинг все-таки он предполагает наличие каких-то там брейн интерфейсов там инвазивных или неинвазивных для того чтобы как бы реально что-то считывать ну там пусть может быть даже как бы сейчас даже говорят что так вот движение глаз по экрану это тоже какая-то часть нейромаркетинга как бы ну возможно да но как бы все равно что-то как бы с натяжкой как будто бы лично для меня звучит это да вот но получается что это просто модное слово которое просто сейчас не имеет достаточно как бы недостаточного технического оснащения просто у нас у всех сейчас есть телефон да то есть это тот тот самый девайс через который происходит та самая пресловутая манипуляция управления продажа и все остальное но представь себе что не зря же говорит там Цукерберг он молодой у него денег много и у него еще много времени впереди когда говорит вот скоро мы все будем ходить в каких-то там гаджетах которые будут там условно неинвазивные носимые устройства которые будут там сформировать там дополненную реальность но я не удивлюсь что они будут исчитывать вот эти самые едва уловимые какие-то там магнитные волны да то есть сейчас же есть уже какие-то там условные девайсы которые не только энцефалограмму считают но и вот какой-то там магнитную активность и так далее когда они уменьшатся до какого-то такого очень простого и эффективного способа то вот оно вот оно как бы тот самый способ манипуляции ну смотри более эффективный здесь есть технологический момент безусловно и да сейчас развиваются вот такие возможности изучать мозг вынося все это из лаборатории и это собственно важная часть развития но развивается просто не быстро и об этом устают люди говорить пока оно развивается условно говоря первые нейрогаджеты какие-то популярные темы это была не знаю 10 лет назад я помню как оно становилось популярным вышло первое устройство которое было значит там присоединялось к телефону или к компьютеру и ты мог сам его купить там за пару десятков тысяч рублей в России например и ну и оно работало по научным меркам ну несерьезно за 10 лет произошел большой прогресс сейчас те же самые нейрогаджеты существуют у них действительно улучшается качество они там позволяют больше просто как бы 10 лет для общества мало для науки нормальная тема ну как бы 10 лет да вот действительно еще через 10 лет их так много станет что мы сможем какие-то интересные данные из этого вытаскивать а общество успевает за это время полюбить нейронауку разлюбить нейронауку очень быстро поверить что она все сделает и опять разувериться что она ничего не может просто как бы быстрее потребляет информацию а так конечно если мы говорим широко про нейронауку или про поведение то такая история развивается например уже с тем что эти в телефонах там начиная хотя бы от трекеров ходьбы которые уже активность позволяют измерять заканчивая там я не знаю какими-то часами которые измеряют фотокультизмограмму и тема вся эта wearables довольно интересная и там много интересного происходит в медицине в плане отслеживания каких-то штук я вот не спец по кардиографии но насколько я понимаю все-таки это довольно полезная история возможность массово трекать какие-то вещи про то как работает сердце даже на том уровне на том уровне неточности которые позволяют современные устройства все равно тема интересная я знаю проекты которые пытаются делать классную тему в плане следить за твоим состоянием и говорить тебе там когда отдохнуть когда пойти позаниматься когда ты там типа вот тебе нужно в отпуск уйти глядя на то как у тебя там работает сердце скажем другой вопрос что здесь как раз сложность возникает возникает в том что наука за счет как бы когда ты не привязан к продаванию своего продукта то ты можешь больше себе позволить эксперимент то есть ты можешь свободным управлять и когда ты вот мы говорили с тобой по стартапу когда этот стартап существующий там в формате мы пять лет будем вот там большой инвестор дал денег на пять лет от нас отстали дайте мы попробуем сделать продукт ты можешь как бы один набор экспериментов провести когда тебе нужно самому зарабатывать у тебя появляется дополнительная мотивация и ну как бы ты уже начинаешь чаще начинаешь как показывает практика срезать углы вводить фичиков которые ты сам не очень веришь и так далее и так далее но глобально ну и в этом как бы про ней маркетинг ставил просто интересную тему тоже хотел комментировать что про движение глаз собственно когда 10 лет назад там 15 появился нейромаркетинг как раз первые компании ставили какие-нибудь датчики на мозг и смотрели на то что там происходит а потом стало понятно что просто как бы большого выигрыша в точности мы не получаем и как бы многие из этих компаний просто переобулись на ходу и стали говорить что айтрекинг движение глаз это у нас теперь нейромаркетинг дешевле аппаратура что-то из интересного вполне из этого можно сказать и можно сказать что это крутое слово но они реально перестали заниматься нейромаркетингом в основном потому что не взлетело потому что есть более дешевые способы делать качественный маркетинг вот собственно такой ответ здесь и когда будет дешевле делать ровно нейроштуки тебе в наушники можно вставить есть такие кстати проекты сейчас когда какие-то датчики встраивают там в наушники они рядом с головой конечно опять тут будет нюансы классно если у тебя будет такая шапка на голове на которой там по всей шапке эти электроды но даже если вставить парочку электродов тебе в наушники уже мы получим какую-то информацию и это все происходит надо просто запастись терпением и на самом деле через 10 лет может оказаться что мы действительно будем в совершенно другом мире жить в этом отношении больше всего меня интересует ну как бы понятно что там есть медицинское применение там масса людей которые находятся там в какой-то в той или иной степени дисабилити да и для них это как бы самое важное да там дать людям возможность видеть дать людям возможность говорить ходить ну в общем решить все те самые медицинские проблемы которые сейчас как бы ну в какой-то мере где-то решаются где-то нет но вот в целом вот смотри то есть мы мы говорим о том что можно ли провести как бы некую параллель между неким увеличением когнитивных интеллектуальных способностей и уровнем открытий то есть представь себе как бы мы сейчас смотрим на некую историческую такую как бы кривую да смотришь там Ньютон там Аристотель там до сих пор ведущие философы мира современных институтов цитируют чуваков которые жили там сотни лет назад я думаю так ребята ну не ну я это понял то есть получается что что то что они открыли это настолько фундаментально и как бы вот оно вот оно незыблемо и все с тех пор вы ничего как бы условно как бы вы себя выдавить не можете что вы мне постоянно чуваков которые уже там умерли там одну сотню лет назад цитируете и получается что как будто бы мы вот в этом отношении эволюционно несмотря на то что у нас теперь больше данных в голове у нас больше информационное поле и так далее как будто бы И такого прямо феноменального скачка когнитивных возможностей не происходит. Как мне кто-то сказал из биологов, что в принципе наш мозг в том его эволюционном состоянии 100 тысяч лет назад был готов решать теоремы, все которые решают сейчас. То есть эволюционно не очень произошло. Соответственно, если здесь не вопрос эволюции и изменения размера мозга, еще чего-то, то за счет чего происходит увеличение когнитивных способностей, которые чисто теоретически могут привести к открытиям. Выглядит так, что мы все равно не сможем так же вычислять, как современные компьютеры. Тогда может быть все зависит, все будущее, нейронауки, медицины, физики, зависит уже даже не от нас, а от того, насколько эффективными будут эти алгоритмы обучения, эти AI и вся эта история. Слушай, ну смотри, во-первых, откуда будут браться эти алгоритмы? Сами по себе, что ли? Сами себя писать? Нет, ну они же сейчас появляются самообучающиеся, уже поперла вот эта тема. Но задачи, что им ставят все равно люди. И здесь это довольно стандартная тлема для человека. Да, мозги не поменялись там за 10 тысяч лет, но и другие штуки не поменялись. При этом, если раньше могло выживать там, не знаю, сотня тысяч человек по всему миру, то мы напридумывали штук типа там одежды, костра, домов и других, которые позволили нам сильно расплодиться по земле. Конечно, есть большой прогресс от Ньютона до сегодняшнего дня. Удобно вытаскивать самые умные и самые классные мысли из философов и цитировать их, показывать, как это здорово и круто. Но если почитать их подробнее, то даже там человек, который не погружен на науку, удивится, какое количество чуши по нашим меркам сегодняшним те же самые суперумные люди несли. Конечно, когда смотришь фильмы, когда чувак там делал лоботомию через глаз и как бы для лечения депрессии, думаю, нифига себе, то есть это как бы, вон у него куча клиентов было. И, ну не депрессии, правда, а других вещей. И получил за это несколько времени. Жене хотел своей там депрессии, что-то там у них же погиб ребенок, и он хотел ей тоже помочь. Типа, дай-ка я тебе сделаю. Здесь надо просто, здесь очень сложно откатываться назад и понимать, как люди на это смотрели в то время. В то время, когда он это делал, ну еще раз, дали Нобелевскую премию за вот эти все истории про лоботомию и так далее. Как бы смотря, с чем сравнивать. Ну то есть если у тебя другой вариант, там, не знаю, неделю обливать человека холодной водой или приковать его куда-то к стенке там и ждать, пока он сам поправится, или усиленно удастся по голове, ну вообще-то, может быть, его вариант и помягче был. То есть вопрос просто доступных нам средств, и за него уцепились, ну как бы, что это были какие-то супер ужасные люди, которые хотели, ну как бы не считали, что это плохо. Нет, они понимали, что это страшновато. Просто альтернативы были не лучше. В этом смысле психиатрия как бы медленно развивается. Так что здесь про это нужно помнить. Когда думаешь там про какой-то варвар, который происходил какое-то время назад, надо всегда понимать, из какого набора опций люди исходили. Вот. Ну короче, ученые были, сделали какой-то шаг. Старые ученые говорили умные вещи, но и говорили невероятные глупости, и верили в невероятные глупости. А про инструменты, ну собственно, это традиционная часть человеческого развития. Мы выносим как бы наши способности, что-то делать вовне. Придумываем технику, придумываем еще что-то. Вот сейчас придумали компьютеры, которые позволяют нам, если раньше, знаешь, вот я, когда писал диплом, мне нужно было сделать определенный тип анализа, многомерное шкалирование, расположить, придумать пространство математически, оценить в котором располагаются стимулы, которые видит человек. И вот я провел эксперимент, и для того, чтобы посчитать вот это пространство, нажал там на 3-4 кнопочки на компьютере. Один из профессоров на кафедре, на которой я учился, когда-то там, за 30 лет до этого, для того, чтобы решить такую же задачу, он сидел полгода, выписывал уравнение и, соответственно, делал это чуть ли не вручную. Местами прям в тетрадочке, местами там с перфокартами и так далее. И в этом смысле он как бы мог за полгода одну гипотезу проверить. Я могу за полгода проверить, когда писал диплом, мог за 5 минут уже гипотезу проверить. Сейчас такие вещи все больше и больше проверяются, я не знаю, перебором автоматическим вариантов, 10 тысяч параметров меняют. И это, конечно, очень сильно приближает нас к инженерной точности в каких-то штуках. И это стандартная человеческая штука, придумывать инструменты, но потом мы этими инструментами пользуемся. И это не сами эти машинки будут открыть и делать. Мы все-таки будем направлять их и использовать их как инструменты. Слушай, но есть ощущение, что на это делается ставка, но что вот этот вот какой-то прорыв будет выявлен в ходе проверки очередной какой-то гипотезы, которая будет обсчитывать супертехнологичный компьютер, нейронная сеть или вообще что-то, которую, да, человек, ученый, специалист поставил как бы рамки задачи, сорсит какой-то необходимый набор данных для того, чтобы это обсчитывалось. И результатом этого все равно как бы машина скажет, во, мы там провели там миллион операций, вот ауткам. И человек смотрит, офигеть, работает. И это ляжет в основу будущих исследований, ответ на который как бы скажет тебе машина. То есть, по сути, что? Ты как будешь? Сам перепроверять? Будешь выписывать в тетрадку все это? Смотри, во-первых, машине еще нужно дать правильный размеченный датасет, иначе garbage in, garbage out. Да-да-да, но это все будет сделано условно. Вот когда все сделано правильно, правильная разметка, правильный алгоритм, и ты получаешь какой-то ауткам. Так а мы по ходу понимаем, как правильно делать. То есть, мы каждый раз делаем, понимаем, что что-то сделало неправильно, приходится переделывать. Да, какой-то степени автоматизации будет в том, что машина сделает какой-то ауткам, и ты так будешь смотреть, думать, вау, классно работает. Но все равно потом, во-первых, нужно будет понять, о чем этот ауткам, и из него придумать следующее задание для машины. Как бы основной, как бы самое интересное будет происходить в том, что как бы вот один запуск машины и второй запуск машины, что ты поменял между ними, как ты перенастроил машину, какие-то другие данные дал на вход. И в этом смысле здесь будет огромное количество творческих вещей для, собственно, человека. Вот я так считаю, по крайней мере. Но при этом ставку, конечно, делают на машину. То есть роль всяких технологий такого типа растет активно в последние годы. И требования к тому, чтобы не ученый знал какие-то базовые вещи про машинное обучение или лучше работал в связке со специалистом, ну, такого рода проектов все больше и больше. Это становится хорошим тоном. Слушай, ну тогда вот можно, допустим, чтобы более предметно поговорить о чем-то, взять, допустим, чисто гипотетически какую-нибудь задачу, которая, ну, она, скажем так, знаешь, как некие вот эти нерешенные теоремы, да, вот есть вот в математике, вот, и взять и на нее взглянуть с точки зрения нейронауки. Ну, как бы вот каков, вот есть ли какой-то такой конкретный ответ на какой-то, который пытаются найти, на какой-то конкретный вопрос. Вот прям такой простой. Вот есть, как пусть нерешенная теорема. Вот реши, получишь премию. То есть, как бы, вот задача, нужно найти решение. И вот есть ли что-то такое в нейронауке, где точно так же, вот есть условно, конкретный сформулированный четкий вопрос, на который нет ответа, и машина могла бы тебе его дать. Ну, или там какой-то результат какого-то коллективного исследования, там, использования технологий. Либо эти все вопросы, они не сформулированы. И самое сложное – это сформулировать вопрос. Ну, смотри, здесь по-другому устроена нейронаука. У нее нет таких вот прям теорем. Но конкретные вопросы есть. Я пытался уже к этому как-то вести. Ну, вот, там, диагностика, например. Вот как нам определить, что у человека развилось какое-нибудь психическое заболевание. И здесь вот можно взять выборку из 10 тысяч человек, выдравить на нее машину и сказать, научись определять, там, человек с признаками шизофрении или нет. На основании чего? На основании данных, эцефалограммы, там, не знаю, чего там. Да, и ФМРТ, чего-то еще. Вот пока мы так делать не умеем. Пока нет алгоритмов, которые бы достаточно хорошо решали эту задачу. Пока точность вот такой диагностики автоматической, она низкая. И это как раз, на мой взгляд, хорошая точка приложения усилий, где можно, во-первых, что нужно сделать нейронауке? Собрать этих 10 тысяч человек в одну кучку, потом натравить на это там большие классные вычислительные мощности, придумать алгоритмы. А там надо понимать, что до того, как этот алгоритм ты будешь применять, какое количество вещей, которые ты должен сделать с данными, чтобы их можно было строить с алгоритмами, куча. То есть там очень много таких промежуточных процессов. И дальше вот такие задачи типа, например, диагностики каких-то вещей, о которых мы договорились поведенчески, мне кажется, очень полезны будут с точки зрения понимания фундаментальных вещей. Слушай, ну вот давай тогда вот так вот посмотрим. Мы сейчас как бы такой fine tuning берем и вот растягиваем вот этот вот слой. Ведь как-то, каким-то образом сейчас диагностируются случаи шизофрении, так? То есть, видимо, это те случаи, когда прямо симптоматика, она прямо очевидна. То есть прямо тогда за счет, вот как бы значимость этого исследования, она зачем нужна? Выявить случай скрытого, либо как бы предпосылки, ведущие к вот этой как бы деградации там всех функций там нейро, которые приводят к этому заболеванию. То есть в чем смысл исследования? То есть когда это очевидно, понятно, все, чувак, шизик. А когда не очевидно, это что? Что ищется? Ну смотри, во-первых, действительно, ранняя диагностика, до того, как это понятно становится врачам. Надо сказать, что по многим вопросам, связанным с психиатрией, согласованность врачебных решений тоже не такая уж высокая. То есть один скажет, что все очевидно, а второй скажет, нет, ничего не очевидно. И в этом смысле всякие методы с анализом данных могут просто более согласованные результаты давать. А главное, они позволяют следующее сделать. Они позволяют начать разбираться в деталях. То есть сначала мы можем научиться отличать просто одно от другого, скажем, здоровых, от людей, про которых есть какие-то вопросики. А дальше мы можем, ну как бы, вот я говорю слово шизофрения, или там есть какое-нибудь другое слово, психиатрическое расстройство. Сейчас очень такая тема для обсуждения активная, что они все так или иначе гетерогенные. В смысле, что это не как бы, мы собрали в одну кучу какой-то набор. И назвали. Похожих вещей. Но это не значит, что они действительно вот так работают. И потихонечку сначала отделить, поделить пополам, а потом в оставшейся половине разбираться, что к чему относится, просто тупо там методами кластеризации. Уже не бесполезно, потому что это позволит потом, ну, глядя на то, какие группы есть, начать понимать, чем отличаются уже эти похожие друг на друг, групп, но разные группы. И это все позволит нам понять, как оно все устроено. Слушай, ну тогда вот вопрос. Ну, буду сейчас тупые вопросы задавать, ты понимаешь, да? Я вообще как бы не понимаю это. Вот представь себе, А есть ли, то есть, есть ли вот в результатах вот этого исследования, там, электроэнцерфалограммы, не знаю, там, МРТ, в общем, любых видов исследований что-то, что хоть сколько-то позволит интерпретировать? Ну, скажем так, сейчас не берем случаи, когда патология. То есть, есть вероятности, когда какие-то патологические изменения, ну, то есть, возможно, там, какое-то там, не знаю, генетические нарушения, еще что-то приводят к изменению на клеточном уровне, появлению каких-то опухолей, там, не знаю, каких-то аномалий, которые детектируются всеми этими доступными средствами. Есть ли случаи психологических отклонений, когда имеющиеся инструменты не показывают отклонений с точки зрения биологии, как бы, ну, того, как оно должно выглядеть? То есть, выглядишь, мозг здоровый, нету ничего, там, при разной, там, магнитудах исследования, там, не знаю, среза, смотришь на здоровый мозг, ну, человек реально куку. Слушай, ну, так как у нас сейчас, я начинал про это говорить, что, когда мы говорим про мозг, на самом деле, в неврологии все то многообразие вещей, которые могут делать нейроученые, не считают, как бы, ну, медицина еще более консервативна в каких-то вопросах, чем науке. И вот есть, например, ФМРТ, функциональный магнитный резонанс и темография. Есть миллион задачек таких стандартизованных, которые используют для исследований нейроученые. Там, не знаю, есть такая штука, называется тест струппа, когда почему-то он мне в голову пришел, когда тебе показывают цвета, значит, слово написано там оранжевое, написанное красным цветом, и слово оранжевое написано оранжевым цветом. И одно тебе произнести сложнее, а второе проще. И вот это одна из стандартных задачек на когнитивный контроль, скажем, у людей, на возможность там собрать свой мозг и сказать слово правильно. Часы нарисовать, да, там циферблатом. Да, куча. Вот много таких стандартизованных задачек, которые, ну, реально, прям, стандартизованные, нейроученые, научные, их активно используют. Я не слышал про то, чтобы что-то из этих вещей использовалось в медицине, хотя могло бы. И потому что медицина консервативная, эти штуки все новые, и нету, как бы, связки этого всего с диагнозами. Хотя огромное количество исследований есть в области, как бы, попытки вот эти инструменты донести до постановки диагноза. Поэтому, когда ты говоришь, там, здоровый мозг или больной, вот по этому тесту, про который я тебе сказал, я не могу с уверенностью врача сказать, это здоровый ответ или больной ответ. Потому что, ну, это вообще такая категоризация больной-здоровой сложная. Отличающаяся от среднему восприятию по больнице. Да, да, потому что, на самом деле, всегда у нас есть распределение. То есть люди, они, причем распределение в таком многомерном пространстве, и ты можешь где-то поставить, там, отсечку, сказать, вот здесь больной, вот здесь здоровый. Но нужно всегда понимать, что это не объективная отсечка. У тебя всегда есть распределение, так или иначе имеющее отношение к нормальному, то есть похожее вот на такой колокол, который всегда рисуют. И ты просто какую-то часть называешь больной. И вот таких резких изменений, особенно в том, что мы говорим, когда говорим про поведение, их гораздо меньше, чем плавных переходов. Ну, там, умственная отсталость, например, говорят, что это, там, меньше 70 баллов IQ, скажем. Но, как бы, и в этом смысле... Я стопудово умственная отсталость, значит. Человек, у которого, там, 75 баллов, и у которого, там, 70, на самом деле, очень мало между собой отличается. Но вот одному поставим диагноз, а второму нет. Слушай, ну вот в этом-то вся идея. Вот представь себе, что... Как бы я сейчас немножечко, знаешь, такого буду, как бы, знаешь, такого, как бы, скептиса в отношении будущего. Вот представь себе, что сейчас, условно, нету, либо не используются инструменты, где это может быть, как бы, как некий конкретный диагноз. То есть, вот у тебя сахар низкий, и он, как бы, низкий, потому что есть показатель потенциальной нормы. Температура 36,6, понятно, что это варьируется, там, в зависимости от твоей... Но, смотри, есть некий 36,6. Дальше это, как бы, плюс-минус, и там, как бы, есть зоны. Норма, там, супер-ненорма, умер, да. И вот пока нету инструментов, чтобы это пощупать. Вот теперь представь себе, что... Вот я просто возвращаюсь к этому фильме, гатака, да, вот, там. Сделали тебе в детстве, и у тебя, бэм, как бы, извините, вот у вас изначально там что-то заложено, и вот тот процессор, который у вас есть, это Pentium II. Ну, извините, так вот вам в генетическом лотарее достался херовый процессор. И, как бы, тут уже с этим ничего не поделаешь. И получается, что это, как некая, как бы, не то чтобы как некий приговор, а как некая возможность кластеризации. А мы раздвижемся в сторону, как бы, кластеризации по разным принципам. Сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя денег. Просто пока мы еще, пока медицина и вообще все это, privacy, очень сильно сопротивляется обмену данными, но ты уже говоришь, что, как бы, данные обмениваются, там, результатов ДНК, да. Сейчас скоро, представь себе, в Америке 4,5 миллиона по последним данным феллони, да. То есть людей, как правило, у всех, кто феллони, у них берут ДНК-тест. То есть, в принципе, ну, это, как бы, некое правило, да. То есть у них всех берут ДНК-тест, если у тебя феллони. То есть там, мездамина, по-моему, не берут. Так вот, представь себе, что, в принципе, людей, приступивших к закону, можно обменяться данными вот этой всей даты и попытаться найти, раз уже нет сопудово там, значит, можно, условно, выявить некий какой-то, опять же, если машина будет, какой-то некой, условно, комбинацию, которая будет, как бы, в какой-то мере тебе, вот, видишь, этот ауткам есть, человек каким-то образом здесь оказался. И они обязательно найдут какую-нибудь коллегиацию между тем, что вот он там оказался, и это есть. Главный вопрос данных. Там, может быть, доля какая-нибудь абсолютная, но большой компьютер с большими вычислительными мощностями на базе из 4,5 миллионов человек явно может выявить что-то. И если это что-то будет, представь себе, это как, знаешь, это кино опять с Томом Крузом, когда, как там, особое мнение, или как там оно называлось. То есть раз, и пук. Пока просто нет, пока ты говоришь, что есть градиент. А вдруг градиента не будет, тогда что? Тогда будет четко, вот, definitive. Ты? Не, ну, смотри, просто, как бы, мы не настолько жестко устроены, у нас гораздо больше степеней свободы. Ну, то есть эти картинки не случайно, не на пустом месте возникают. Да, такая, не на пустом месте возникла такая фантазия у режиссеров. Здесь, ну, как бы, правда, до какой-то степени мы живем в мире, в котором страшно. Люди рождаются разными. Я, как человек, который занимался генетикой поведения, хочу сказать, что люди рождаются разные, и это, как бы, факт абсолютно точно. Но, с другой стороны, вот, смотри, у меня есть брат-близнец, который мой генетический клон. И несмотря на то, что мы, да, там, я не знаю, в 18 лет жили практически в одинаковой среде, максимально одинаковой, мы все-таки разные, и наши друзья могут нас различать. И здесь, там, решения мы принимали разные даже в похожих ситуациях, и так далее, и так далее, и так далее. То есть количество просто тупо степеней свободы очень большое в действии. Здесь есть какой-то элемент случайности, здесь есть элемент, я не знаю, чего. Но, в общем, спрогнозировать с такой точностью просто не факт, что мы что-то можем. При этом действительно, как бы, опасность попасть в условную гадку есть, но, как бы, мы всегда активно взаимодействуем со средой, в которой живем. И только генетика, знаешь, когда будет определять то, что будет происходить? Только если среда для всех станет абсолютно одинаковой. Вот если мы будем жить все в абсолютно одинаковой среде, все будут рождаться в одних и тех же семьях, вырастать в одних и тех же инкубаторах, читать ровно одни и те же самые книжки. А что, сейчас не так хочешь сказать? Сейчас просто таких... Подожди, ну вот давай так возьмем. Если мы берем как бы big data, да, опять же, что у нас можно просто сделать такую сегрегацию по неким баблам, которые как-то так или иначе, они могут быть локальный уровень, допустим, локальный бабл берем, да, потом в этом локальном бабле мы берем шкалу другую, как некий уровень благосостояния. И вот если ты выведешь, как бы, допустим, у тебя такой как бы дашборд, в который можно как, знаешь, там настройки делать. В общем, берешь какой-нибудь регион, сначала выбрал, у тебя сузился круг, потом в этом узком кругу берешь, понижаешь уровень дохода ниже среднего. И в рамках текущего контекста плюс-минус внутри вот этого бабла с такими настройками у людей будет плюс-минус, они будут вариться в одной и той же каше. У них будет плюс-минус одни и те же проблемы. Плюс-минус, как бы, ты говоришь, что степеней свободы много, да, степеней свободы много, но как бы, как будто бы контекст общий. В рамках этого контекста внутри каждая единица, понятно, что может реагировать на вот этот контекст по-разному, но когда ты встречаешься с большим количеством людей, которые так или иначе принадлежат этому баблу, я тебе говорю, ну вот лично моя нейронка уже прямо видит какие-то похожести. То есть мне встречается человек, допустим, из предпринимательского комьюнити. Я чувствую в нем прошивку вот этого предпринимательского комьюнити. И вопрос в другом. Ты, если твой процессор более эффективен, то внутри вот этого комьюнити ты будешь более эффективен, чем другой, с менее эффективным процессором. Ну да, но самое интересное происходит как раз в случаях, которые немножко туда не укладываются, и прорывы случаются как раз. Да, ты говоришь плюс-минус одинаковый, но вот этот плюс-минус, во-первых, довольно большой, а во-вторых, самое интересное происходит, когда есть кто-то там, сочетающий в себе такую прошивку и сикую прошивку, и вот эта неожиданная прошивка позволяет выйти за пределы этой истории. А главное, что ты говоришь... Да, но неожиданная прошивка, это же как раз-таки она будет детектироваться всеми этими исследованиями. То есть необычная прошивка, это будет как некий такой, как бы, знаешь, ну вот как группа крови. Ой, у вас ребеночек с необычной прошивкой. Значит, ожидайте от него чудес, и эти чудеса могут быть в положительной и в отрицательной коннотации. Не-не-не, группы крови это недостаточно, потому что еще раз... Не-не, я имел в виду, как группа крови можно классализировать. Я понимаю, я имею в виду, что... Еще раз, это все будет работать, если ты будешь прям совсем жестко управлять там книжками, которые люди будут читать, а мы не близки к этой ситуации даже. То есть, понимаешь, как бы на уровне такого... Я могу себе представить, вот, допустим, я бог, который может всем чем угодно управлять. И, ну, в каком-то смысле все живет по материальным законам. И если оно живет по материальным законам, то, конечно, то, что ты говоришь, оно совершенно осмысленно, потому что мы в итоге сможем так или иначе, как бы, добиться такого уровня, о котором ты говоришь. Но не случайно одна из таких топовых тем при обсуждении мозгов там весь 20 век был хаос в математическом смысле про невозможность предсказания каких-то хаотических систем. Там вот очень любят, насколько я знаю, перепиаренного с точки зрения науки там Илью Пригожина, который писал про как раз всякие диссипативные структуры, значит, которые ты как хочешь будешь предсказывать. И вообще одна из тем в методах даже, которые придумывают для анализа данных, это тема про исследование как бы процессов, которые получили название там по-английски это criticality, по-русски, ну, там, я не знаю, процессы критичности в мозге. Это процессы перехода состояния, знаешь, как вот какая-то резкая смена паттернов в полухаотическом каком-то веществе. Здесь обычно вспоминают ферромагнетики и про то, как в них с помощью там применения, не знаю, магнита какого-то можно сделать какой-то паттерн, который не был до этого. И вот здесь слишком много как раз вот таких резких переходов, слишком много непредсказуемых математически, чисто в математическом смысле, непредсказуемых результатов, знаешь, как вот задача трех тел про то, что у тебя даже там три степени свободы, ты уже не можешь траекторию построить вот по всем законам материальным, о которых ты говоришь. И как именно, соответственно, вот здесь вот, ну вот с учетом этого хаоса сможем ли мы действительно предсказывать, это вопрос вообще фундаментальный. То есть да, материально как бы это значит, тогда мы совсем можем входить в философию, демон Лапласа, там вот эти все штуки, про то, что там хаотическое движение молекул и... Да, но вот это все хаотическое, понимаешь, вот тебе не кажется, что, несмотря на то, что как бы мы, это такой бурлеж из абсолютно невероятного количества степеней свободы, на самом деле количество степеней свободы, оно ограничено. Посмотри, давай как бы я просто на себя буду смотреть, ты на себя, я просто мыслю вслух. Я смотрю, несмотря на то, что мне кажется, что я как бы довольно свободен, да, в своем передвижении, в своих каких-то желаниях, у меня до хрена степеней как бы несвободы. Эти степени несвободы, они как бы есть, это как, допустим, какой-то мейз, какой-то лабиринт, в котором я движусь, я могу двигаться вперед, пока не упрусь в определенную стену. Бам, стена, я что должен сделать? Я должен куда-то повернуть. И поэтому, когда в этом обществе, в котором мы живем, этих степеней защиты, их как будто бы, ну, то есть на определенных уровнях, опять же, благосостояния, они этих степеней как бы несвободы, их как будто бы больше или меньше. Соответственно, ну, понимаешь, да, то есть как бы в принципе уже эксперимент в рамках каких-то стен есть, да, там внутри этих стен какое-то невероятное многообразие, но и опять же внутри этих стен ты видишь, что есть определенные как бы паттерны, что люди так реагируют на это, так. И то, о чем ты говоришь, какие-то выходы из, вот, невероятное, да, когда ты вроде бы смотришь, это невозможно. Но это исключение из правил с точки зрения статистической выборки, а не правила. Но они тем не менее случайны. Да, есть правила, просто эти правила не так жестко заданы, и самое интересное происходит в этих исключениях. Слушай, ну, мне бы, я абсолютно, да, согласен с тем, что ты говоришь, но у меня есть классный пример, я его приведу еще раз. У меня есть брат-близнец, с которым мы выросли, и, конечно, есть много похожего в том, чем мы занимаемся. У нас были моменты разделения, схождения. Я вот когда-то пошел на психфакт, потому что мне больше интересно было про человека, он на биофакт, потому что ему было больше интересно, значит, про какие-то биологические штуки. А потом внутри этих факультетов мы оба стали заниматься, он мозгами с одной стороны, я мозгами с другой стороны. Да, есть некоторые сходства, но, тем не менее, отличий тоже много. Ну, то есть, и в том, как мы существуем, в том, что в итоге каждый из нас оставит в мире, тоже будет очень много различий. И я не спорю, что есть какие-то русла, по которым все это происходит, и они много чего определяют. Но это русло, они как бы, не знаешь, не закрытые со всех сторон железной коробкой, из которой не выберешься. Из русла можно все-таки выбраться. Знаешь, вот я был бы рад, если бы здесь был, как раз ты говорил про теорию эволюции, шикарнейшая, мне кажется, область для рассуждения на такую тему, это так называемые ландшафты приспособленности. Я вот не знаю, были ли у тебя на подкасте ребята, которые этим занимаются, но вот современные эволюционные биологи, которые рассуждают как раз про эволюцию вещей с точки зрения ландшафта приспособленности, но они прямо так говорят, что вот у нас могут двигаться гены, эволюция туда-то, может попасть в ямку, из которой потом не выберешься какого-то условного минимума, может засесть на груз, в которой тоже потом не скатишься. И да, эти траектории есть, но мы все еще подвижная система, и самое интересное происходит как раз и происходило всегда, как раз вот где-то на стыках, вот на этом плюс-минусе, который ты как бы отбрасываешь, и утеные многие отбрасывают, потому что интересуются общими закономерностями. Но еще раз, вот еще раз, это как при том, как ракеты летают. Да, здесь есть как бы, вот мы знаем там формулу какую-нибудь физическую, и мы ее применили, и ракета должна взлететь. Но потом может оказаться, что для того, чтобы ракета стабильно летала, тебе нужно применить там еще 10 тысяч коррекций маленьких, небольших, или научить ракету самой применять, чтобы она в итоге не падала. И вот здесь вот с ракетами это получилось, потому что ракета как бы не меняется. И зная формулу даже движения этой ракеты, нам пришлось оттачивать, оттачивать, оттачивать наше понимание, чтобы управлять ракетой настолько точно, что она все-таки полетела. Но ракета еще раз в процессе практически не меняется. А человек от каждого с нашим взаимодействием с ним меняется, и поэтому не факт, что мы вот до такой инженерной точности управления человеком дойдем, потому что мы его вот сюда загоняем, а он скользкий и начинает менять свое поведение. И вот поэтому вот этот процесс может оказаться бесконечным. Слушай, ну вот тогда, если внутрь себя, хорошо, что у тебя есть еще и психологический как бы вот этот бэкграунд, который позволит. Скажем так, что вот возвращаясь к самому началу, когда у тебя есть некая как бы замороченность на улучшение своих когнитивных способностей, то можно ли говорить о том, что вот мы как-то научились с точки зрения физиологии, то есть хочешь быть здоровым, физически хорошо выглядеть, для этого есть тренажерный зал. То есть ты идешь, тренируешься, как бы у тебя мышечная масса растет, общее физическое здоровье улучшается, есть внутренний мир, правильное питание, какой-то правильный сон и так далее. Вот как бы с точки зрения когнитивных функций вроде бы как бы есть тоже такой ответ. Все говорят, ну иди типа учись, читай книги, там слушай умные какие-то вещи. И знаешь, не то чтобы я не читал, не то чтобы я не учился. Как бы такое ощущение, что это происходит, но как бы сильно на меня это не особо влияет. То есть да, у меня появилась куча хлама всякого в голове. Я могу как бы куда-то там засовывать руку в какую-то библиотеку знаний, что-то оттуда вытаскивать, как-то она сшивается, привлекается к контексту, но это как будто бы не то, чего я хочу. То есть вопрос того, что я хочу, я просто хочу в какого-то увеличения внутреннего понимания. Как раз вот ты описываешь момент выбора, момент вот того самого как бы изменения шаблона, который как бы происходит во мне бессознательно. То есть вот когда я начинаю, как будто бы мышца вот эта когнитивная, она позволяет внутри себя чувствовать бессознательное ощущение смены из состояния А в состояние Б, которое происходило в каком-то дефолтном режиме. И у тебя как будто вот что-то внутри, какой-то внутренний детектор, который позволяет тебе это фиксировать. И как будто бы, я не знаю, я может быть, просто меня не встречал, если ты сейчас не подскажешь, что нету вот конкретных механизмов для того, чтобы использовать это как вот, знаешь, как тренажер. То есть кроме как просто держать это в мыслях, постоянно на это обращать внимание в разговоре с людьми, в своем общении, но это как бы как сайд-эффект того, что ты просто сам для себя это решил. А вот так, чтобы вот как именно как инструментарий, как некий вектор науки, как нечто, что-то, что можно прямо реально взять и применить. Очень сложная тема для того, чтобы о ней говорить, конечно, но я попробую сформулировать, что думаю. Во-первых, предыстория для улучшения своих когнитивных штук и психологических не менее полезно делать зарядку и держать себя в хорошем здоровье, чем для того, чтобы организм держать в порядке. То есть, ну реально, там 10 минут зарядки в день тебе и на психику, и на работу мозга, особенно в долгосрочной перспективе, оказывать не меньше влияния. В здоровом теле здоровый дух. Но ты же знаешь, что это не так на самом деле звучит, да? Там же есть продолжение, что как бы на самом деле это вырвано из контекста, из греческих. Там было сказано так, что, значит, люди молили богов для того, чтобы в их здоровое тело пришел здоровый дух. Это как-то нам внушили, что как бы это как будто бы есть некая такая причинно-следственная связь, что если у тебя будет здоровое тело, то каким-то образом там материализуется здоровый дух. На самом деле, ни хрена, да? То есть, это вообще никак с одно с другим не связано. Да, есть как бы некая корреляция между тем, что ты как бы себя хорошо чувствуешь, и это физическое состояние не омрачает твое внутреннее состояние, но на самом деле, тренируясь, я, поверь мне, 15 лет занимался спортом, каждый день насиловал себя, как бы вот тут вот, ну, как бы мне становилось легче только потому, что я просто настолько был уставший, что мне не было сил ни на что другое. И это тоже важная штука. И еще раз, это про какие-то долгосрочные вещи, а главное, что, ну, прости, у нас так все устроено, что мы на уровне корреляции будем здесь говорить. То есть, у нас таких прям определяющих вещей очень мало. Но это поддерживает некоторый общий уровень, на котором проще делать все остальное. Другой вариант ответа, что есть там, не знаю, какие-нибудь мысленные практики, которые потихоньку, и даже не столько про нейро, на самом деле, про нейро, вот здесь вопрос не простой, может быть, самый сложный, но всякие мысленные практики, что сейчас называют очень популярной темой про рациональное мышление, вот эти Элизарь Ютковский и попытка учиться думать правильно, это на самом деле попытка, ну, вот наука, что это такое? Это просто систематизированный метод думания. И у нее есть методология, и эта методология позволяет получать какие-то ответы. Собственно, в куче бытовых ситуаций можно думать, условно говоря, научно, дальше просто нужно понимать, где это применять, где не применять. То есть есть наборы как бы практик, которые науке позволяют двигаться вперед, и человеку могут позволить двигаться вперед. И вот сейчас, мне кажется, очень популярная тема связана как раз с тем, чтобы эти рациональные практики как-то в свою жизнь внедрять. На мой взгляд, здесь можно переборщить и довнедряться до того, что ты потеряешь какие-то другие части жизни, но тем не менее. Собственно, психология, как сложная очень научная область, именно научная, а не терапевтическая, она пытается какие-то общие законы существования человека еще добавить туда эмоции, кроме вот этих рациональных практик, еще что-то. И как бы отдельно пытается изучать, как это устроено, отдельная терапевтическая часть, которая как бы учит там другим тоже практикам, не знаю, начиная от того, что с волнением справиться можно, если ты подышишь определенным образом, заканчивая тем, что там, не знаю, когнитивно-бихайральная терапия, она учит какие-то автоматические мысли, что в ответ нужно подумать, что тебя вытащат из той ситуации, в которой ты находишься. И медленно, очень медленно, но вот такие практики становятся все более популярными, все больше людей их ищет, все больше, как бы, во многих из них уверены, вот в таких вот практиках. То есть такие внешние какие-то инструменты, которые позволяют нам собраться, и наши когнитивные все эти вещи лучше овладевать. И глобально, не знаю, это невозможно померить, но мне кажется, что в среднем сейчас люди умеют владеть своими эмоциями, в том числе за счет того, что происходит в науке больше, чем они умели делать 200 лет назад. Но это, к сожалению, такая гипотеза, на которую мы никогда не получили. Либо был провал существенный, то есть были когда люди, когда лучше могли, потом произошел провал, и сейчас мы как бы вспоминаем, может быть, знаешь, есть же эти теории, что на самом деле непонятно какие-то... цивилизации. Не, ну вот смотри, очень простой вопрос. Я очень примитивно, я смотрю просто на себя. Что для меня означает, когда есть какая-то внутренняя способность что-либо контролировать? То есть, когда ты можешь... Не то чтобы, как это люди так расхожие говорят, посмотри на себя со стороны. То есть, посмотри на себя со стороны, мы как бы слышим это с детства. Ой, что ты натворил? Посмотри на себя со стороны. Как это некрасиво выглядит, что ты за столом сидишь. А теперь представь себе, что ты действительно это чувствуешь. То есть, тут нужно правильно уходить, не ушел ли я в шизофрению, но я периодически как бы общаюсь, и мне как бы говорят, что нет, что это не это. А именно вот это чувство, когда ты реально ощущаешь себя сторонним наблюдателем того, что с тобой происходит. Очень ярко это я могу описать с точки зрения использования каких-то там психоделий. Самое простое, наверное, марихуана. Это когда я, значит, нахожусь в состоянии, когда, вот очень простой пример, когда ты едешь на автомобиле. Вот представь себе, что ты берешь и садишься в автомобиль, и этот скоростной автомобиль, и ты нажимаешь на акселерацию, и он резко ускоряется. Прямо вау! И ты чувствуешь эту перегрузку, потом останавливаешься и рационализируешь то, что с тобой сейчас произошло. То есть, я понимаю, что делая вот это, как бы наклоняясь в эту сторону, я ускоряюсь, я испытываю что-то на физическом уровне. Под этим делом то же самое происходит. Ты как будто бы вбрасываешь себя в некое состояние, анализируешь то, насколько происходит изменение твоего состояния под воздействием этой молекулы, выхватываешь то, что тебе триггерит, возвращаешься обратно и говоришь, офигеть! То есть, это вот состояние я могу и туда, и сюда, то есть, как бы качаясь. И вот сам факт того, что я могу как бы и туда, и обратно, говорит мне о том, что это получается состояние некого внешнего наблюдателя. Да, это вопрос в чем? Вопрос в том, что, вот это моя иллюзия, что это происходит со мной. Либо это действительно как бы способ как бы посмотреть на происходящее с тобой с позиции внутреннего наблюдателя. у меня постоянно проблема в том, что это я сам себе придумал, и я живу в некой психологической реальности, в которой это происходит, и я просто от этого кайфую. Либо действительно есть примеры того, что вот подобное какое-то внутреннее расщепление, оно возможно, какая-то саморефлексия, там еще вот какие-то эти вещи, но вот именно на уровне вот такого, как я это описываю с точки зрения ощущений. Ну, смотри, первый вытаскал слово иллюзия. Что оно значит? Ты мог бы определить слово иллюзия? Иллюзия это... Это трики вопрос, потому что не сможешь это сделать, потому что, несмотря на там 150 лет изучения иллюзий, термина, которым бы договорились исследователи, нету даже тех, кто занимается прям зрительными конкретными штуками. Большая проблема философски, правильно определить. Я имею в виду, что с точки зрения именно как бы что-то отличающееся от общераспространенного представления, как бы если с точки зрения мат-статистики. То есть если у тебя вот есть какая-то общность людей, которые решили, что вот это, это, и если у тебя не так, то это какая-то может быть некая форма иллюзии. Ну, в этом смысле отличается ли это у тебя от общества, не знаю, так вопрос я не слышал, чтобы ставили, потому что довольно сложно сформулировать, но я бы сказал, что звучит вполне в русле той общности, к которой я принадлежу, и для меня здесь не звучит как что-то неожиданное. В психологии активно развивающаяся тема, она по-разному называется, но активная тема для обсуждения это так называемое метапознание, метакогниции, как раз, ну, на разных уровнях это все изучают, начиная от более такой близкой к мозгу вещи, которую еще называют executive functions, управляющей функцией, про то, что у нашего мозга есть, например, там рабочая память, которая позволяет распределять какую-то информацию, или там есть торможение, я говорил, когнитивный контроль, это некоторый механизм, который позволяет информацию на вход получающуюся, какую-то затормозить, какую-то, значит, получить, и там есть как бы естественный процесс, а есть процессы более высокоуровневые, высокоуровневые, и ты о чем-то говоришь, это как будто еще более высокоуровневый процесс такого же типа, не вижу никаких противоречий на умке. Да, но ты видишь как бы торможение, которое я выбираю, то есть как будто бы мы можем управлять рукой, то есть ты как бы берешь, я хочу взять эту кружку, окей, вот, да, а тут, когда речь идет о том, что какой-то внутренний процесс, ты сам, я, окей, я его ускоряю, то есть я даю ход этому состоянию, либо говорю, я останавливаюсь, чтобы просто почувствовать разницу потенциалов, и когда я разговариваю с этими людьми, я говорю кому-то, что ты распсиховался, успокойся, ой, я не могу, Почему ты не можешь? Ну, то есть как бы ты не хозяин своей головы, ты не можешь нажать на стоп, и вот этот каскад, вот этой эмоции, которая на тебя нахлыли, ты не можешь просто взять и откатить, сказать стоп, то есть ты можешь взять и сказать, я бросаю это, но почему ты не можешь остановить что-то внутри тебя происходящее на психологическом уровне, то есть как будто бы это некая мышца Отличный вопрос, у меня есть ответ на этот вопрос, мне кажется, во-первых, можешь, потому что, ну, условно, я бы сказал про это, когда ты волнуешься, для того, чтобы это сделать, нужно подышать медленно, вот ты сейчас волнуешься, и один из способов, чтобы ты не был так поглощен эмоциями, взять и там специальные техники подышать Сложно? Почему вот так нельзя это сделать? Ну, почему? Система такая, у нее нет прямого контроля, и в этом смысле нужно придумывать какие-то техники, которые косвенно на это влияют, не знаю, почему она именно так устроена, но один из ответов здесь, который мне кажется интересным, это потому что у системы нет обратной связи происходящее С рукой ты можешь тонко научиться ей управлять, потому что у тебя есть хорошая точная обратная связь, о том, что там ты подвинул руку, она в какой-то момент столкнулась там со стеной, или ты шел там, врезался в стену, не врезался, пока мы маленькие ходим, мы долго-долго этому учимся, у нас просто постоянно есть как бы понятная объективная обратная связь А про то, о чем ты говоришь, обратная связь гораздо сложнее устроена, поэтому научиться как бы затачивать систему на какие-то, да, но она гораздо сложнее устроена, она гораздо менее точная, гораздо менее сложно устроенная, гораздо менее частая, гораздо менее повторяемая И на самом деле сейчас много как раз говорят о том, что мы много вещей можем научиться изменять, в том числе в том, как работает наш мост с помощью техники, которая так называется, биофидбэк, биологическая обратная связь, это сложная тема, ей вообще-то уже лет 50, даже больше, наверное, уже лет Всем интересным, классным, сложным темам уже как минимум 100 или 50 лет, так что просто никто не слышал. Она как бы не такая новая. Идея в том, что вот, допустим, есть у нас там возможность мозга расслабиться, связанная с определенной активностью, которую мы в мозге видим, или снять тревожность. И у нас нет напрямую доступ к этой информации. А что если бы была? Вот мы могли бы взять эту информацию, вытащить ее вовне и вернуть человеку в виде обратной связи. Такая изначально была идея. Типа человек, чтобы расслабиться, нужно, чтобы у него повысился альфа-ритм в электроэнцефалограмме. Давайте привяжем этот альфа-ритм к звуку, который поставим датчики на голову, привяжем энцефалограф к магнитофону. И в зависимости от того, как меняется энцефалограмма, мы будем человеку давать эту обратную связь и говорить, когда громкий звук хорошо, когда тихий звук плохо. И на самом деле такая технология медленно, но верно как раз развивается как возможность научить человека управлять какими-то штуками, которые он без этого управлять не может. Другой вопрос, что там опять много нюансов. До инженерного дела здесь отойти сложно. Это все еще не технология такого уровня, как в медицине бывает. Тренингл Эвиденс здесь весьма умеренный. Там есть большой элемент плацебо, которого, кажется, никуда не уйдешь. В общем, короче, это, с одной стороны, чисто очень научная тема, с другой стороны, сложно с ней. Но глобально есть такая тема. Кстати, интересно, что когда-то придумали чуваки в искусстве, они просто придумали, а давайте сделаем какой-нибудь интерфейс взаимодействия человека с чем-то без слов, без всего. И они придумали вот такую инсталляцию культурную, просто оно будет управлять, а потом уже дальше придумали, что это можно куда-то использовать. Но вообще-то это серьезная тема про вот это управление такими вещами. Оно где-то рядом с психотерапией существует, как один из методов как раз изменения каких-то состояний или обучения человеку изменять какие-то состояния. Я вот в таких проектах принимал участие. У нас, например, был классный проект, когда мы учили контролировать себя ребят на соревнованиях WorldSkills. WorldSkills – это такой чемпионат рабочих профессий. И вот как олимпиада только для людей, которые холодильники чинят, я не знаю, или что-нибудь такое. И вот это была часть их тренировки, значит, что они очень волновались. Им сложно было. Россия в таком никогда не участвовала. Вот решил попробовать поучаствовать. Короче, в итоге команда даже выиграла на европейской части этого чемпионата. Единственный вопрос – нельзя сказать, что точно ли это именно вот эти технологии помогли им выиграть. Но, тем не менее, они тоже там участвовали. Но отличить это просто от мотивации, от того, что ребята еще тренировались, конечно, нельзя. Это вот про развлечение того, что ты в обычном мире делаешь, и в науке. В обычном мире у тебя есть вот такая технология, которая классно звучит, возвращаясь к тому, о чем мы говорили вначале. И ты это как бы уже можно продавать. Ну, то есть показал эффект, вот ты можешь его продавать. А в науке тебе нужно доказать, что этот эффект, это эффект не случайный, эффект не плацебо, эффект еще какой-то. И вот здесь огромный разрыв между тем, что это как бы можно из этого сделать проект, продукт, который можно продавать, и тем, что наука еще долго будет говорить, мы не уверены в эффекте, мы не уверены в клинической эффективности, бла-бла-бла-бла. И это вот тот момент, где как раз можно обмануться, если ты будешь только бизнесовым подходом, что ты делаешь, делать, и вот для чего бывают нужны фундаментальные какие-то исследования. Слушай, вот ты знаешь, вот я тебе сейчас расскажу о некой какой-то своей теории, ну, как бы теории абсолютного дилетанта, да. Вот представь себе, что вот сейчас то, что происходит, понятно, почему для всех этих исследований, потому что это наука, и у этого должно быть научное подтверждение, должна быть подтвержденная база, возможность повторить этот эксперимент в других условиях. В общем, поэтому нужны какие-то внешние гаджеты, которые позволяют что-то мерить, что-то щупать, но все эти внешние гаджеты, при всей их там дороговизне, при всей их какой-то инженерной сложности, они не дотягивают до первоначального, как бы, устроенного органа. То есть ни один искусственно созданный орган пока, он не лучше, чем оригинальный его миллионами лет эволюции, как бы отшлифованный оригинал, да. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Ну, в общем, как будто бы так пока выглядит. Вот. И я что для себя решил? Ну, говорю, а нафига мне нужны внешние какие-то вещи, когда вот у меня есть внутри какой-то огромный мир, то есть условно какое-то тот самый же, какое-то некое программное обеспечение, которое написано каким-то странным кодом. То есть это не питон, это не там не C++, это какой-то внутренний, как-то же это все работает. И ты просто берешь и для себя создаешь, пишешь некие программы, которые работают внутри вот этой же самой экосистемы, внутренней какой-то вот этой вот нейронной сети, которая там существует. И у меня-то вопрос, как бы, как это протестить? Вот у тебя вот исходя вот из этого, то, что я тебе сейчас говорю, как мне проверить реальность того, что это работает? То есть то, что я очень, то есть можно с одной стороны сказать, что я просто, у меня расстройство личности какого-то эмоционального типа. Когда я могу из состояния, допустим, какого-то удрученного, грустного, по щелчку пальцев перейти в любое другое желаемое тобой состояние, и у меня не будет вот этого сайд-эффекта. Знаешь, когда ты как бы должен остыть, подышать, еще что-то. То есть я делаю просто поворот на 90 градусов, и для меня не парит то, что предыдущий контекст. Я его просто закрыл. Но это я так себе выдумал, либо оно так есть, и я не знаю, как это проверить. То есть как мне вот выйти из состояния внутреннего мира во внешний мир для того, чтобы протестировать все те гипотезы, которые я в своей голове прогоняю, как будто бы как некий программист, пишу какой-то там код для проверки и проранить его на собственной же нейронке. Посмотри, здесь сложный ответ заключается в том, что в одиночку никак. Да, но с человеком, с человеком. Нет, именно с человеком. Да, тут как бы надо понимать, что мы устроены таким образом, что мы себя обманываем очень легко. Просто так мозг работает, что мы себя здесь обманем. Ну а дальше применяешь просто научный метод. И здесь основная сложность в придумывании под каждую из вещей, которую ты хочешь проверить, адекватные линейки, адекватные измерители. И, например, для эмоциональных состояний, для какой-то их части как раз занимаются активно тем, что придумывают линейки. Вообще там активно развивается такая вещь, как психометрика. Это как раз придумывание линейок для вот таких сложных вещей. Это начиная от тестов, там, способностей, например, того же интеллекта. И там вообще-то большой прогресс. Принято ругать тесты, но они много там всего позволяют сделать. Но придумывание линейки – это, собственно, основное, что здесь нужно. А так придумывание как бы… Вот в науке есть две глобальных штуки. Это инструмент, там, прибор, измеритель, линейка какая-то. И метод эксперимента. Когда ты придумываешь, что у тебя там… Что тебе, собственно, хочется измерить, думаешь обо всех других вещах, которые могут на это повлиять, кроме того, что ты там в его щелчках, и пытаешься сделать ситуацию, в которой ты… У тебя там эксперимент и контроль какой-то. Значит, тебе нужно придумать, какой будет… Что еще может повлиять на твою там… Эту историю. Сделать это что-то еще. Посмотреть, как оно влияет. А для того, чтобы посмотреть, нужна линейка. И вот здесь мы ограничены в ответ на такие вопросы. Вопросы, собственно, линейкой. И как раз вот я говорил про методы вначале, про нейронауку. Это как раз тоже, возвращаясь туда. Собственные линейки в нейронауке и в психологии в последние годы улучшаются. Это дает нам все основания думать, что мы больше сможем понять конкретного. То есть нужны инструменты, с помощью которых мы будем отвечать на эти вопросы. А дальше все просто. Делаем контроль, эксперимент и медленно отвечаем на вопросы. Ну, а как именно придумать эксперимент про изменение состояния? Ну, не знаю, там. Простой вариант. Можно пульс измерять твой, там, меняется, не меняется. Могут быть физиологические линейки. Можно тебя спрашивать, там, просто. И фикси, главное, записывать просто. Тут ты какую-то часть можешь делать сам. Если ты будешь записывать, уже лучше, чем запоминать, там. Просто поменялось состояние, не поменялось. Можно, я не знаю, что еще делать. Можно микро… Одно время пытались, не уверены, насколько это хорошо работает. Микровыражения твоего лица смотреть, меняются или нет. Можно сидеть, сажать тебя в шапочку для ЕГЭ и делать эксперименты с шапочкой. Причем, чем больше ты сделаешь разных таких штук, тем больше у тебя разные методы будут давать согласованный результат, тем больше ты будешь уверен в том, что это все-таки действительно работает так, как ты думаешь. Блин, я жду, не дождусь, когда вот эти все, ну, как бы, вот эти носимые гаджеты. Сейчас уже есть несколько, там, компаний, которые просто вот дома можешь купить и тренироваться. То есть, как бы, как ты говорил, там, реагировать, там, на звуки, на еще что-то. То есть, как бы, дисциплинировать, как будто бы, когда нету линейки, на которую можно посмотреть. То есть, как бы, пульс, да? Как люди, там, холотропное дыхание. Тут можно померить. То есть, ну, мало того, что можно почувствовать сердцебиение, да, когда там какая-то аритмия или, там, учащенное сердцебиение, у тебя есть физика. А изменение эффективности работы мозга почувствовать. Ну, то есть, как бы, как можно почувствовать? Ну, то есть, да, когда ты сталкиваешься с какой-то задачей, говорят, мозги скрипят, да? Как бы, есть такое какое-то выражение. Но, действительно, когда ты сталкиваешься с какой-то сложной, там, математической, интеллектуальной задачей, возникает какое-то странное ощущение, но оно, скорее, больше физиологического плана. То есть, ты просто начинаешь, как бы, интерпретировать свое внутреннее состояние, основываясь на больше физических показателях. Только это не чистое изменение частоты электромагнитных импульсов в твоем мозге. Вряд ли ты это чувствуешь. Ты чувствуешь, как это влияет на изменения, опять же, сердцебиения, какие там гормоны начинают как-то вырабатываться и так далее. А вот если бы было действительно так, что ты дома можешь просто... У тебя какой-то гаджет, да, ты подключил к телефону и сидишь, и как бы вот это все прогоняешь. Даже вот сейчас было бы здорово использовать для подкаста, смотреть, насколько вообще я на пределе своих интеллектуальных способностей с тобой разговариваю. То есть, может быть, мне нужно пушить себя куда-то больше, и это здорово, потому что таким образом действительно как будто бы не существует тренажера. Потому что читая книги, познавая что-то, ты сталкиваешься с неизвестным, ты расширяешь свой кругозор, но ты не на пределе можешь находиться. То есть бывает так, что я читал некоторые исследования, и меня они ужаснули. Я сначала даже как бы просто услышал это, потом это где-то ляпнул, и мне человек говорит, слушай, наверное, это не так. Я решительно проверил, решил проверить. В общем, по исследованиям какой-то Галлопа или как-то так, которая брала данные Министерства образования Соединенных Штатов, 114 миллионов человек в Америке, их уровень чтения находится, если там, по-моему, 5 грейд с точки зрения вот этих разбросок, они находятся за пределами первого, а первый – это уровень чтения и понимания шестиклассника. То есть, ты понимаешь, тебе 114 миллионов человек. Это треть населения. Понимаешь, как бы, причем эти люди, многие из них, там какой-то, они закончили школу. То есть, закончив школу, то есть, как бы погружаясь в образовательный процесс, они по-прежнему находятся below one, вот как бы того самого first grade в их системе из пяти с точки зрения воспречения и понимания прочтения. То есть, ты, и поэтому как будто бы нужен какой-то тренажер, который позволяет тебе именно использовать не просто, вот тебе стандартный пример, вот многие на себе могут это прочувствовать. Пусть любой сейчас возьмет какую-нибудь научную статью, любую научную статью, которая там, не знаю, там 50-100 страничных, и просто прочитает ее, оставаясь как бы вот в сознании. Не то, когда ты читаешь, и ты как бы а-а-а, и все, и как бы просто машинально перебираешь какие-то звуки, что-то даже произносишь, но вообще не в контексте, потому что ты абсолютно ничего не понимаешь из того, что там написано, просто набор слов. И вот, но... Там слова такие, там слова специальные, которые ты можешь не знать. Да, но в этом смысл, как бы, мне кажется, что у тебя даже сил не хватает быть в фокусе. Слушай, дай я расскажу классную статью. Давай, давай. Ну, во-первых, про Гэлла, потому что, Тегорич, я бы перепроверил, потому что, ну, надо перепроверять иногда результаты, у нас в голове может не так оставаться, как было. Звучит, ну, есть вопросы с одной стороны, с другой стороны, в наше время реально читать-то нужно уже меньше, информации много в другом формате, мы вот с тобой разговариваем, люди будут это слушать, а не читать. И это только потребление информации, здесь я не вижу больших проблем, на чтении как бы мир не ограничен. Но ты вот говорил про тренажеры, просто есть шикарная история, одна из моих любимых про эти тренажеры, которая как раз отлично говорит про концентрацию тоже. Вот как раз концентрацию как-то можно измерить. Есть там определенные характеристики энцефалограммы, которые меняются, когда человек концентрируется. И был такой, конечно, маркетинговый прием, был проект, когда вот этот энцефалограф поставили в бар, и ты мог заказать пиво, только если сначала ты показал на этом тренажере, что все еще можешь достаточно хорошо концентрироваться. Если ты можешь концентрироваться, то пиво тебе там, по-моему, он был маркетинговый прям бесплатный, и тебе прям наливалось пиво. Как только все ты, значит, уже напиваешься, и меняется активность мозга, и сконцентрироваться сложно, он перестает наливать, и мне кажется, это шикарное применение потенциальной вот таких технологий. Вот это, вот я именно об этом. Но вот как только это станет доступно, вот я купил, и я, допустим, сегодня я хочу потренировать концентрацию. У меня какой-то набор аппликейшенов, которые не просто как бы bullshit какой-то опять рекламный, а которые реально что-то делают. И я посидел как бы, о, сегодня концентрацию, когда же, как это, сегодня у тебя что, leg day, окей, сегодня у меня не leg day, сегодня у меня день концентрации. И вот я просто реально чувствую, опять же, либо это иллюзия, я нахожусь в полном самообмане, что есть какие-то вещи, на которые я заморачиваюсь, вот как бы с точки зрения вот этого какого-то психоэмоционального, не знаю, когнитивного какого-то состояния внутри. И как бы за счет того, что я держу это в фокусе, и как бы просто абсолютно, ну, придумываю абсолютно искусственные и, возможно, абсолютно ничем не оправданные упражнения, ну, то есть, какую-то выдумку, но оставляя это в фокусе, мне кажется, что это начинает меняться. Ну, то есть, как бы, объективно есть какие-то изменения. Я не знаю, в какую-нибудь сторону и на Лонгранг приведут, может быть, я однажды в дурке окажусь, но, понимаешь, но, по крайней мере, я чувствую эти... Да, и на Лонгранг мы не знаем, просто я как раз говорил, что нам нужны исследования, там, 20-30 лет исследовать одного человека, и такого почти нет. Было одно шикарное исследование, когда классный один нейроученый сделал вещь, которую, кроме него, в общем, никто не делал, у нас таких данных нет почти. Он в свой функциональный томограф в течение полутора лет приходил и каждый, там, три дня ложился, и вот у него, там, 150 сканов этого одного человека, и это суперценная информация, которой у нас практически ни про кого нет. Потому что мы не знаем, как все меняется. Ну, это, казалось бы, банальная вещь. На самом деле у нас в исследованиях люди обычно участвуют один, там, ну, некоторые два раза, три, может быть, бывает. Но вот с томографом, например, тех, кто участвует, там, вот так, нет почти. И это до сих пор чуть ли не единственный пример такой подробной картины изменений внутри одного человека. Очень важная статья, и таких данных должно быть больше. Слушай, ну, вот это изменение происходит, вот, то есть, чисто если поспекулировать, скажем так, у тебя нету этих данных, но, скажем так, что можно ли просто предположить, что, вот, скажем так, вот, человек уже зрелый, скажем так, давай вот с этого момента возьмем, когда выключим оттуда процесс, как бы, биологического развития, скажем так, так, я не знаю, до каких лет происходит развитие мозга, чисто его размеров, там, и так далее, просто я не знаю, наверняка есть некий, как бы, предел, когда вот он уже все, сформировалась черепная коробка, и размер мозга, все, вес не изменен, да. Вот, ну, и вот с этого момента фиксировать, когда человек занимается, допустим, там, наукой какой-то, там, научной работой, реально развивает свои когнитивные способности, и вести учет, я не знаю, сканы, я почему-то удивлен, если 150, по-моему, не рекомендуют больше двух, там, сканов в год делать, да, тут 150, как бы, как бы... Не слышал про больше двух, нет, никаких ограничений. Ну, не знаю, да, ну, по-моему, где-то это, может быть, это, опять же, какой-то мусор в голове, но, в общем, неважно. И будет ли заметны, на твой взгляд, эти изменения? То есть, будет ли, прям будет, очевидно, изменяться, а что будет изменяться? То есть, как... А это, что будет изменяться? Это как раз мы в процессе активного исследования. Будет изменяться, есть все основания считать, что... Ну, есть исследования, которые показывают, что у людей до и после качества, там, есть куда улучшать такие исследования, но есть исследования, например, эффективности психотерапии, которые показывают, что у людей изменяется активность мозга. Мозг не перестает развивать, в смысле, он, там, анатомически развивается в один момент довольно полно, там, процессы созревания считаются, что, ну, до 25 лет, допустим, идут, но это не значит, что он перестает... Вот смотри, вот у нас мышцы формируются, там, я не знаю, тоже, там, до какого-то возраста, но дальше у нас мы живые существа, там, меньше... Да, но это как раз-таки очень хорошо видно. То есть, ты видишь человека атлетически хорошо сложного, атлетически плохо. Можно ли вот эту вот такую градацию увидеть, глядя, с учетом современных механизмов интерпретации, там, сканов этих, увидеть как раз, о, вот этот чувак и на good shape? Пока, ну, пока довольно не точно, то есть, пока точность таких измерений невысока, хотя, ну, как бы, и мы так не делаем, потому что надо больше данных, там, и есть опасности в том, что мы начнем вот так оценивать людей, но вообще-то есть, ну, то есть, там, собственно, знаешь, образование, академические всякие штуки, там, дипломы, там, оценки, тесты, до какой-то степени играют как раз такую роль про оценку формы, в которой находится, там... Да, но это как бы внешняя валидация, то есть, внешний... Она будет внешней, она будет внешней, нет, она не может не быть внешней, она будет внешней или с помощью тестов, или с помощью приборов каких-то. В общем, глобально можно быть в лучшей и худшей форме, мозг меняется, мозг не так же, как мышцы, но какая-то аналогия есть в том, что он тоже тренируется, если его использовать. И это сложная тема, потому что, ну, здесь история фейла такого в рассуждениях, как раз в какой-то момент поняли, что мозг активно развивается, и когда взрослый, значит, если его упражнять, то он будет упражняться, будет что-то меняться, и вполне внутри науки придумали, значит, всякие когнитивные тренировки, которые должны, там, простенькие игры, которые должны тебе как-то улучшать те или иные твои способности. И это стало очень быстро популярной маркетинговой темой, такой появились компании, которые предлагали тренировки всякие, потом стало понятно, что местами они продают булшит, в смысле, что от того, что ты научился, там, я не знаю, решать какую-нибудь, играть в игру внутри этой тренировки, не факт, что это сильно как-то там продвигает тебя в других областях. И вот был такой цикл хайпа, и не хайпа в том, как как раз вот такие внешние тренажеры помогают нам что-то в нас улучшать. Это сложная тема, потому что вот сначала были большие ожидания, потом довольно быстро стало понятно, что ожидания завышены, и сейчас как бы в руинах этих ожиданий пытаются понять все-таки, они выкинули ли ребенка вместе с водой, может быть, все-таки что-то можно тренировать, что-то более осмысленно. Сейчас популярный тоже не в первый раз тема становится про обсуждение влияния на наши способности думать уже не каких-то простеньких игр, а просто компьютерных игр – это безумно долгая тема, конечно, для обсуждения, но есть вот некоторые недавно большие исследования, которые показывают, что кажется, играть в разные компьютерные игрушки, вообще-то говоря, может быть не бесполезной такой тренировкой каких-то наших мыслительных способностей. Опять же, тут возникают вопросы, ну это как бы на самом деле как и с другим спортом, можно дальше сильно залипнуть в сами тренировки и забыть, что мы их делаем как бы не ради тренировок, а ради чего-то еще. Я думаю, что на самом деле со спортом тоже такое есть. Сто процентов. То есть, на хрена тебе приседать 300 килограмм? Ну вот в обычной жизни. Ну какого хера? Ну да, ну вот у меня есть, ну у меня не 300, ну допустим, даже 280. Ну вот у меня есть вот это в биографии. Дальше-то что? То есть, ну как бы это пиковая моя форма, это пиковое использование всех там препаратов, и там питания, и диеты, и всего остального. Ну да, ну окей, ачивка есть, дальше что? Как это применимо вообще к жизни? Поэтому вот я-то как раз-таки ищу не просто что-то, что гейм-девелоперы, что разработчики вот этих интеллектуальных игр придумали где-то, где действительно есть ощущение. То есть, как бы придумали прыгать через барьер, да? Условно, да, тяжело, не каждый может. Тут какие-то что-то тренируется, но нахер тебе это надо? То есть, как часто ты в Жигни прыгаешь через барьеры? Как часто ты, ну окей, кто-то умеет хорошо считать в уме? Ну супер, да? То есть, как бы классная функция. Как часто ты вообще вот на своем веку считаешь в уме? Ну блин, сдачу не сдают сейчас, да? Как бы ты что-то... Ну то есть, когда вот я в последний момент, чтобы мне нужно было что-то в уме посчитать? Ну редко, прям реально редко. А если и надо, у меня есть калькулятор. То есть, как бы хорошо, что ты умеешь это сделать. Память развивать. С памятью тоже, как бы раньше учили много стихов. По-прежнему продолжают люди, но уже исходя, не исходя, наверное, не из функции тренировки памяти, а просто потому, что они любят поэзию. Вот. И сейчас тоже в голове. Вот сколько, вот я просто недавно об этой мысли задумался, сколько чего-то внутри себя ты держишь по памяти. Вот прямо такого многострочного. Типа стихов, песен. Я не очень много. Вот, вот, вот. И мне кажется, это важная... Нет, это мне кажется вообще важная штука для человека в современном мире учиться не держать какие-то вещи в голове, а знать как бы, условно говоря, указатель иметь такой, где это посмотреть, если что. Вот я чем больше занимаюсь наукой, тем меньше доверяю, во-первых, своим каким-то конкретным фактам в голове, потому что знаю, как устроена память. А во-вторых, просто понимаю, что надо перепроверять не только потому, что... Если не держу их еще в голове, потому что знаю, как много вещей меняется, и там, если я не интересовался какой-то темой 10 лет, то, что я запомнил 10 лет назад про это, может оказаться во многих случаях булшетом. И надо просто учиться себя перепроверять. И это как раз одна из практик там рационального мышления, которое полезно сомневаться в своих убеждениях. Тут надо какой-то баланс тоже держать. Но это как раз вот ты говорил про... Это одна из вещей, которой можно научиться. Способ поведения, который позволит лучше ориентироваться в происходящее. Вот именно то, что ты сейчас описываешь. То есть есть какой-то набор когнитивных функций, которые реально в ходе времени разные нужны были навыки. И сейчас мы живем в очень какое-то специфическое время, в котором требуются определенные мышцы. То есть именно определенные упражнения. То есть когда-то раньше ты мог восхищать девушек, читая стихи, какую-то поэзию. Сейчас вряд ли это кого-то удивит. Может быть, просто какой-то small talk, еще что-то. То есть по-прежнему. Но есть какие-то вот именно... Если мы сейчас говорим, что мы живем в век коммуникаций, то это какие-то коммуникативные способности. Многие стали говорить о некой эмпатии, о каких-то эмпатических мышцах, еще что-то. То есть вот оно. Но как будто бы у этого пока нету реальных тренажеров. То есть есть какие-то булши-тренажеры, которые там, как ты сказал, они что-то, да, тренируют, но эти навыки, они как бы, ну окей, ты красавчик, ты можешь запомнить, как у меня бабушка всегда мне говорила, слушай, вот я могу запомнить там сто слов. Я говорю, бабушка, ну супер. Типа как бы... Как бы, а нафиг мне вот этот навык? Ну да, она меня мучила сколько-то с этим там... Какие-то там локусы, да, вот этот замок памяти и все остальное. Но в целом, как бы, ну да, у меня просто действительно была херовая память. Может быть, мне нужно было это хоть сколько-то потренировать, чтобы в школе учиться, потому что в школе заставляли читать стихи, сдавать какие-то там контрольные работы. Вот. Но в целом сейчас я понимаю, что нету вот лично для меня, для моей жизни необходимых тренажеров, которые как бы я вот мог взять и с ними работать. Может быть, конечно, и они есть, но я просто о них не знаю, потому что они находятся там в рамках исследований, там в лабораториях, где-то там в статьях, там между этим массивом информации. И ты что делаешь? Ты просто придумываешь их сам. Ты сталкиваешься с какой-то некой жизненной проблематикой. То есть вот у меня есть вот такая вот какая-то, какой-то затык. Как мне с этим что-то сделать? И начинаешь проверять эти гипотезы, используя свою же собственную нейронку, как бы свой собственный мозг, в качестве той самой машины, в которой ты ранишь разные симуляции. И одна из них, как тебе кажется, в рамках своего собственного самообмана, иллюзии, какого-то внутреннего комфорта, кажется, что начинает работать. Ты ее тестируешь с одним, вторым, с третьим, и ты какой-то меня понимаешь. Блин, что, реально работает? Либо я так в это поверил, что как бы я нахожусь в рамках этой созданной моей психологической реальности. Короче, фиг его знает на самом деле. И просто любопытно услышать мнение человека, который занимается этим с позиции как бы науки. То есть это как звучит вообще, как немножечко как бы из мира совсем далеко. Нет, это не из мира фантазии, это из мира того, что интересует кучу людей. И как раз так пытаются отвечать на вопросы в очень разных областях. Не случайно сейчас так популярны. Получи, не случайно сейчас так популярны психотерапевты. Это все как бы разные варианты ответа на эти вопросы. Другой вопрос, что все это сложно, все это надо медленно изучать. И все это довольно новые постановки вопроса в таком формате. То есть никто к этому не относился в течение долгого времени так. Поэтому все меняется. Но я прям вижу, как на глазах меняется. Понимаешь, отношение к такого рода вещам меняется на глазах. И ты просто, я думаю, не помнишь, как ты об этом думал 15 лет назад. Помню, именно когда это и началось. Это началось лет назад, наверное, 20. Ну, хорошо, там 20 лет назад. Вот я как раз таки помню. Первое мое воспоминание о том, что я могу чем-то управлять, вот прям вот яркое. Это опять же, это память. Я это выдумал, возможно. События, которые там были, я реконструировал так, как мне захотелось. Но первые мои воспоминания о том, что я хоть что-то могу управлять собой, были еще и садика. Когда я наблюдал за окружающей меня как бы биомассой, и мне казалось, пиздец, какие же вы, ребята, ну просто тупорылые здесь все. То есть вот такое ощущение, что, ну представь себе, тебя, взрослого человека, ну понятно, что не такой градиент, да, но вот тебя сейчас вбросить в ясливскую группу, и как бы ты на них смотришь со стороны, не потому, что ты интеллектуально более развит, не потому, что у тебя более высокий IQ, а ты просто понимаешь, что это какая-то херня. То есть вот то, что там происходит. И вот эти ощущения, они мне не давали покоя очень долгое время, и потом они просто усилили силу того, что получился доступ там к каким-то психоделикам, к каким-то там разговорам на подобную тему, и вот эта вот мысль, она меня не покидает. Что это? Это какая-то форма некого, не знаю, расстройства психологического, еще что-то, я не знаю. То есть как бы очевидных таких примеров, хотя у меня был однажды диагноз расстройства личности эмоционального типа, но там неизвестно, там я просто тоже уже, знаешь, как бы тест этот, грубо говоря, фейкал, там непонятно, то есть то ли это правда, то ли это я там сам на что-то намухлевал. И поэтому, когда ты сейчас слышишь разговор людей, вот как ты сейчас говоришь, что стремительно увеличивается рост желания людей этим заниматься, появилось какое-то невероятное количество, вернее, не то, что появилось, а рассвет помогающих профессий в виде психологов, психоаналитиков, коучей, менторов, там всех мастей. Но когда ты сталкиваешься с этими людьми, то есть вот именно, есть старая школа, замечательно, интересно разговаривать с людьми, ты видишь опыт, опыт, который основан сначала на какой-то научной работе, потом люди ушли там в частную практику, и это тысячи часов, людям этим там 50, как бы лет в профессии, не считая того, что они учились и так далее. То есть это людям за 70 должно быть, чтобы вот этот, и ты чувствуешь этот массив данных, который обрабатывался, проверка гипотез, того, что работает, не работает, и вот здесь я чувствую как бы тот самый, как бы вот альфа-брейновость, да? Но когда кто-то там из Инстаграм тебе начинает говорить, что вот он там по стик, и он тебя что-то научит, и ты как бы понимаешь, блин, чувак, ну блин, даже вообще не рядом, да я вот, посмотри на меня вообще никто, звать меня никак, образование такое так себе, и я понимаю, что то, что ты мне говоришь, ты просто классно прочитал в учебнике, и у тебя, ну отдать тебе должное, у тебя неплохая память, что ты можешь это воспроизводить, возможно, просто потому, что ты воспроизводишь это каждый день. То есть как бы, и вот лично для себя, вот так вот уже в завершении, вот ты, у тебя есть фундаментальный базис, то есть то, от чего ты отталкиваешься с точки зрения формирования, там, рационального мышления, критического мышления, погружения в науку, чтение статей, общение, написание статей, общение с коллегами по цеху, то есть это как бы некий такой, скажем так, такой интеллектуальный камертон, да, который дает тебе вот то, с чем сравниваться, вот в своих каких-то мыслях, в своих там фантазиях, в своих желаниях и так далее. То есть как бы сверять всегда с чем-то, у чего есть solid ground, по крайней мере, с точки зрения текущей науки, то есть может быть это джанго, в котором изначально построено на заблуждении, да, в будущем, возможно, мы узнаем, да, как это было. Наука же, она всегда так развивалась, мы думали, что земля раньше плоская, да, и все в это верили, ну там, кто вообще мог во что-либо верить. И вот учитывая это, вот что для тебя вот самого является неким, как бы таким манящим триггером внутреннего развития, вот именно с точки зрения personal development, вот есть вот это вот желание куда-то развиваться, и вот это куда-то, не с точки зрения карьеры, не социального статуса, а именно внутреннего самоощущения, от того, что бы ты хотел в себе развить, чтобы вот это как будто бы даст тебе некий peace of mind. Ну, наверное, да, и я бы сказал, что это, я бы попробовал сформулировать это, как некоторую возможность не закостеневать в своих убеждениях. То есть, мне кажется, просто, что самое важное, это уметь посмотреть под новым углом на то, к чему ты привык, и не забывать как бы перепроверять самого себя, то есть не начать, может быть, что-то типа не начать слишком доверять самому себе, я так много знаю о том, как люди устроены недостаточно точно, что хочется вот некоторую критичность к самому себе сохранять, но при этом иметь возможность ее же как бы, ну, с ней легко переборщить, и как бы чтобы быть в каком-то балансе между критичностью к себе и возможностью находить в самом себе какие-то постоянные ошибки, и тем, чтобы как бы был ресурс эти ошибки исправлять и что-то делать. Ну, вот я не знаю, насколько это содержательно звучит, но идея именно вот, да, в критичности какой-то, и мне кажется, что это сильно перекликается с тем, как наука пытается себя фокусировать, и как у нее это устроен научный метод, он про, там, самый первый, декартовский, про сомнения управляемые, вот оттуда во многом пошла, наука, и вот это некоторое, как бы, сомнение, скепсис хороший, это для меня ценность-то важная штука, потому что, ну, для науки это ценность просто, из которой все остальное берется. И да, в этом отношении всегда есть куда расти, и хотелось бы не постелить. Супер, ну, вот это здорово. То есть, как бы некий такой разумный цинизм и скептицизм, который должен находиться в каком-то балансе, чтобы... С деятельностью, с возможностью что-то делать, да, с возможностью, чтобы оно вовне проявлялось, потому что, мне кажется, другая ценность просто, это, как бы, активности и ценность изменения мира к лучшему, вот, чтобы был баланс между изменениями, которым ты приводишь, и тем, что ты, как бы, продолжаешь думать, вообще осмысленные ли это изменения, и не стоит ли в том, что ты делаешь, что-то поменять. Ну, вот, самый последний вопрос, тогда как, вот, скажем так, вот, есть какое-то внешнее что-то, то есть, скажем так, у тебя есть какая-то внутренняя система ценностей, система взглядов, какого-то твоего текущего убеждения в отношении чего-то. У тебя есть некий такой цинизм либо скептицизм, который, возможно, является неким цербером, охраняющим твои убеждения, то есть, ну, то есть, ты не все даешь проникать, оно проходит через некий фаервол, какое-то время там сидит, в этом лимбе проверяется, тестируется, надо мне это принимать, не надо, вообще, насколько это соответствует реальности, моим убеждениям. То есть, в какой-то момент происходит процесс интеграции. Вот как, что является достаточным основанием для интеграции нового чего-то в себя, что в какой-то момент, как только это интегрировано, это как, знаешь, вот есть какой-то, допустим, коктейль, какой-то бленд, и существующий. И туда добавляешь что-то, и общая химическая формула вот этого содержания, она меняется. Вот что достаточным для тебя является основанием для интеграции чего-то нового? Отличный вопрос. Отличный вопрос. И, наверное, если я буду уверен, что я смогу так ответить на этот вопрос, это как раз будет закостеневание. Ну, правда, потому что если у меня появится правило по этому поводу, то слишком легко дальше полагаться на правила, там, где, казалось бы, нужно сохранять гибкость. Поэтому, с одной стороны, действительно, какие-то правила рассуждений, еще что-то должны быть, и правила про, когда поменять все убеждения, когда никак, когда не менять. Но, вот, если я его все-таки сформулирую, наверное, дальше двигаться будет некуда, хочется продолжать двигаться. То есть, это, вот именно момент этот, он остается в неком бессознательном, то есть, это как бы, его можно описать, как некая там интуиция, как некое просто, где-то есть вирусное проникновение, да, когда ты не хотел, а только потом ретроспективно, так, стоп, откуда это вообще во мне взялось? Я не давал добро на прохождение этих теорий. Ну, что, ну, понятно, у меня пока именно точно так же чувствую, то есть, у меня нету стопроцентного инструмента, такого какого-то алгоритма, принятия или как бы не принятия. Единственное, что я сделал, как бы искусственно, я сделал, знаешь, как бы такой некий, как этот, у вирусологов, знаешь, такая есть сейф-рум, то есть, все изначально попадает туда. То есть, неважно, какое бы классное, замечательное оно ни было, сначала туда. И вот ты сидишь, вот такой некий, прямо вот ментально создаешь некий, такой, как бы, какой-то саркофаг стеклянный, в котором находится вот этот артефакт манящей новизны, который ты как бы смотришь со всех сторон, он ходит, что это такое? И как бы он бьется, знаешь, как в этом фильме, чужой, через эту стену, хочешь пробиться, подожди, подожди, дорогой, сейчас мы с этим разберемся. И вот вдруг, в какой-то момент, что-то происходит, говоришь, да. И как бы вот стена распоряется, как бы интеграция происходит. Но природа, как бы открытие этих дверей, она для меня пока не ясна. То есть, действительно, может быть, если у меня будет алгоритм, то я буду как бы убежденный в чем-то, и у меня будут как бы черные, белые, и как бы не будут возможности что-либо менять. Но просто хотелось бы поподробнее понимать, потому что как будто бы, согласись, именно в этом заложена основа того, как мы движемся по миру. Вот вы, твой брат-брезнец, начали, как бы, entering point, да, ну там с разрывом в несколько минут, бум. И вот именно вот эти механизмы принятия решений, то есть, у вас была траектория, она в какой, ну то есть, у нее очень серьезный вектор, поскольку, росли в одной семье, наверняка ходили в одну школу, то есть, базовые, но какие-то 7-минутные, чик-чик, вправо-влево, что меняло вашу персоналити, как бы, они менялись на основании именно вот этого инструмента принятия, который лежит в основе принятия решений. То есть, ты, есть входной сигнал, и outcome, этот входной сигнал, вот такой, у него такой, у тебя такой. И получается, что вот зная это, по сути, ты как бы, ну, как бы с одной стороны это знание хорошо, с другой стороны, это плохо, да, но с другой стороны, ты хоть сколько-то понимаешь вообще логику продвижения тебя в этом мире. То есть, не просто как будто бы ты летишь, как бы, ты как бы, как некое, знаешь, это no will, то есть, отсутствие решения, потому что ты не знаешь, что в действительности влияет на это. То есть, тебе кажется, что это ты принял решение, ты открыл эти двери, на самом деле нет. Спасибо большое. Слушай, ну, сегодня ты немножечко, знаешь, такой сделал, научный фрейминг моих каких-то там, знаешь, дилетантских фантазий, да, то есть, это всегда полезно. Мне нравится спектр рассуждений, которые у тебя вся тема это вызывает. Это очень необычный набор вопросов, очень необычный, но весьма содержательный, на мой взгляд, набор темы. Мне было интересно рассуждать. Супер. О, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Вот здесь вот мне всегда, когда люди там из предпринимательства, ну, они как минимум могут рекомендовать предпринимателей. А вот здесь вот как раз-таки люди из науки, которые действительно понимают, о чем они говорят. Они тратят часы драгоценной своей жизни на открытие чего-то такого интересного. Вот как раз вот ландшафтное позиционирование, да? Не-не, не позиционирование, а, господи, как-то ландшафтоприспособленности. А, да, ландшафтоприспособленности, да. Да, этим занимаются генетики, и, наверное, можно попробовать Кондрашовых, есть старший Кондрашов. Оба были. Оба были, и Федя был. Да, Федя тоже классный. Федя мне понравился, мне сказал такую классную вещь. Я говорю, слушай, Федя, ну вот как бы, блин, вот знаешь, вот я вот рос, ну у меня, хоть и были родители, там, инженеры, но не академический уровень. Говорит, ты представь себе, я так не знаю, я рос, мне так было тяжело с твоим папой разговаривать, потому что он, биология, это как бы для меня язык вообще непонятный, потому что все там основано на каком-то очень таком четком, как бы фундаментальном знании предмета, там понятийный аппарат, он либо есть, либо нету. И вот я говорю, мне было тяжело, он говорит, представь себе, как мне было тяжело расстегать с ним, когда он говорит, 24 на 7 вокруг тебя. Слушай, я вот подумал, что есть еще человек, который я могу рекомендовать, он довольно крутой, я с ним не знаком лично, я просто читаю в фейсбуке, его зовут, сейчас я проверяю, его зовут точно, пардон, блин, Март, не Март, Тегельман, Тегельман, сейчас, секунду, я проверю, что я тебе правильно говорю. Короче, он физик, нет, не Тегельман, он физик, который работает с биологами, есть такой очень крутой, этот, самый крутой биолог современный, тогда я его слышал, это Евгений Кунин, если вдруг получится, он был тоже, да, он был, вот с ним работает классный, очень физик, который в том числе графеном занимался, как его зовут-то, сейчас я в фейсбуке найду его, секунду, не, но если там два чувака, которые получили Нобелевскую премию за графен, то я с ним... Нет, это не они, это не они, это как раз физик, который работает вместе с... Сейчас, там их статьи просто отфизицированные, за секунду, с Куниным, он занимался графеном в Нобелевской премии, он не принимал участия, он раньше им начал заниматься, и немножко там по-другому, но крутой очень ученый, вот, а этот чувак много чем занимается, он занимается как раз хаотическими процессами, как всякой термодинамикой занимается, вот такими очень разными штуками. Скрибе скажи, чтобы я мог... Я пытаюсь, я пытаюсь помнить, как его зовут, я параллельно с тем, как говорю с тобой, пытаюсь помнить, как его зовут, и что-то он у меня постоянно... Кац Нельсон, Михаил Кац Нельсон. Кац Нельсон, давайте напишу. Тоже был. Был? Да. Блин. Тоже был. Все они очень классные, но, блин, моего процессора... Знаешь, вот когда вот такая магнитуда всего, я даже не могу приблизиться, то есть, представь себе, что у меня есть представление о неком таком, знаешь, вот священный грааль знаний. И вот у меня, опять же, новая теория какая есть, смотри, что представь себе, что ты на пути к этому пониманию, как бы некой ясности чего-то там, идеи, ты проходишь очень долгий путь. Она сопряжена с работой, исследованием, всему с тем, но то само открытие, то есть, вот этот вот момент истины, когда там, не знаю, Бозон Хиггса был открыт, ну, в общем, не важно что там, когда там Криспер там, в общем, не важно что. Эта вещь, это вот она настолько простая в конечном ее воплощении, что она способна, ну, как бы, быть доступна всем. Ну, то есть, как бы любому человеку, если ты пришел к этому пути сам, а не просто прочитал об этом исследовании в научном журнале и потом пытаешься мне пересказать, используя те слова, если ты к этому пришел, то ты можешь легко это рассказать простым, понятным языком. Но чтобы вывести на беседу, понятную тебе, очень тяжело, и поэтому, блин, я всегда восхищаюсь этими людьми, но, блин, моего интеллектуального потенциала не хватает, чтобы с ними разговаривать на том самом уровне раскрытия тех самых каких-то удивительных, замечательных вещей, которыми они обладают. Ну, в общем, я не буду тебя мучить, если вдруг кто-то тебе придет... Да нет, давай, еще один вариант последний попробую. Он не такой крутой, там, как Пацанельсон или Пунин, но если ты хочешь про Нейра еще поговорить, то есть классный молодой парень Толя Бучин. Толя не был у тебя? Толя Бучин? Бучин, Анатолий Бучин. Он у меня в Фейсбуке есть в друзьях. Анатолий Бучин. Он как раз занимался в институте Алина очень интересными всякими исследованиями правоповедения отдельных нейронов, про то, как это связано с разными неврологическими заболеваниями. И сейчас тоже там в стартапе, который занимается борьбой с Альцгеймером, работает. Вот классный парень, разнообразный очень, при этом музыкант, ну, такую всякую хорошую, немножко безумную музыку делает. Бернер там, вот это все. Ну, короче, с ним, может быть, тоже интересно вполне поговорить. Анатолий Бучин в Фейсбуке просто у меня есть. Супер. Если не найдешь контакт, я... Нет, да найду, человек, здесь все. Такой, знаешь, не Петр Иванов, блин. Все-таки, как бы, есть какая-то связка. Слушай, ну, спасибо большое. Желаю тебе успехов на поприще. Все-таки, знаешь, вот, и, как бы, тут я не знаю даже, как бы, с одной стороны, как бы, хотелось бы, чтобы экономически все было так для тебя, чтобы тебе не нужно было думать о том, чтобы открывать стартапы, там, ну, то есть, как бы, когда вот жизнь, занимаясь наукой, она полна с точки зрения тех самых благ общечеловеческих, потому что люди из науки, это не какие-то там серый чулок, да, там живущий, там, непонятно, в конуре. То есть, чтобы наука позволяла жить достойно с точки зрения тех самых бенчмарков достойной жизни и в то же время посвятить себя действительно науке, а не уходить в плоскость того, где бизнес, и тебе нужно решать больше бизнесовые задачи, как там, дебит с кредитом, фуденциарная ответственность, там, инвесторы, какие-то клиенты и все остальное. То есть, мне кажется, что энергетически это все равно отжирает какой-то набор вот этого потенциала, необходимого для креатива. Потому что, вот у меня есть такая иллюзия, что представь себе, что вот ты живешь в мире, где на тебя постоянно твое сознание, твою креативность атакуют внешние раздражители. Там, у кого-то это ипотека, у кого-то дети за школу платить, у кого-то там какие-то обязательства перед инвесторами, еще что-то. И это как постоянный некий такой фон радиационный. Представь себе, как бы было легко, если выключаешь и как бы такая тишина. И в этот самый момент весь набор вот твоего потенциала, он может быть направлен во что-то креативное именно только, мне кажется, благодаря вот этому. Почему, сейчас даже слышал, что некий как бы аутизм, некая форма, не вот критическая, а некая форма аутизма, когда люди могут на чем-то очень сильно фокусироваться, это позволяет им сделать какие-то замечательные открытия, там быть гениальными в чем-то, именно вот за счет того, что внешних шумов нету, они не отвлекаются на это посторонне. Поэтому, если уж ты выбрал как бы поприще науки, то было бы здорово, что сама среда была бы плодотворна к людям, благосклонна к людям, которые занимаются наукой. Спасибо. Судя, приятно пообщаться было. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok